Виталий Валентинович, пожалуйста. Я сам не буду злоупотреблять временем, призывая всех остальных к этому, потому что детали аргументации при устном преподнесении, тем более онлайн, понять трудно. Я хотел бы высказать основные вещи, некого рода эмоциональное отношение к ним и призвать коллег к этому некого рода разговору. Но прежде всего неформальное замечание. Философия математики ныне вещь довольно объемная и появляется куча интересных вещей, обозреть которые очень трудно. Но вот очень любопытное замечание Хакинга в книге его, почему существует философия математики вообще. Он говорит, что есть куча груда очень скучных, очень предельно нудных программ в области философии математики. Это действительно так. Я думаю, что это объясняется чисто социологически, потому что любой специалист, особенно в Америке, хочет забить для себя определенное поле, определенную территорию, и поэтому разрабатывает некоторые вещи, которые кажутся остальным не очень значимыми. Но тем не менее часто получает в случае удачи некую роду известность и проблематику. Вот понимание дихотомии такая, она возникла не так давно, и вот она очень странная, потому что опыт термина – доказательство, и понимание предельно расплывчатое. Предельно расплывчатое. На самом деле, если человек может понимать это как угодно, то так, по-другому сказать. Но тем не менее, мотивация подобно родной дихотомии идет от нескольких источников. С моей точки зрения, интересно два источника. Первое – это, конечно, компьютерные исследования, где понятие доказательства принимает предельно синтексическую форму. И, конечно, всегда возникает вопрос, а вот то, ну, скажем, там, грубо говоря, вот код компьютерный, в любом уровне, он представляет собой некого рода осмысленное, понятное, посягаемое, вроде этого предприятие? Или на самом деле это нечто такое, что на самом деле похоже, ну, скажем так, по аналогии с китайской комнатой Комсерла, когда есть совершенно чисто механический процесс, на самом деле, а на выходе получается как будто некое понимание, иллюзия понимания. Вот здесь то же самое, сказать, вот если компьютер, по большому счету, является доказательством, ну, в любом случае, компьютерным доказательством, то тогда что вкладывается в понимание? И кто понимает это компьютерное доказательство? Вот есть такой Авигат, который, так сказать, является одним из главных действующих лиц в этой полемике, он утверждает, что вот это противопоставление для компьютеров доказательства понимания должно привести к резкому возрастанию тематики и философии математики, тематики и философии математики, ориентированной на понимание компьютерного процесса. Именно там, на самом деле, мы должны искать новые прорывы в области философии математики, потому что, во-первых, хоть скоро роль компьютеров в доказательствах, особенно после, так сказать, подвигов воеводской и так далее, если на самом деле все эти проверы являются настолько важными для того, чтобы мы, на самом деле, понимали доказательства, тогда надо делать какого-то рода, ну, не революции, но делать новую философию математики. У него есть пара статей, где он, так сказать, не знаю, насколько успешно это делает, это трудно понять, в какой степени это действительно важно, но это очень серьезная мотивация. И вот эта мотивация, так сказать, вот, она, как ни странно, переплетается внезапно с другой мотивацией, издущей совсем другого конца. Ну, в настоящее время есть некого рода увлеченность философской публики Вегенштейном, и хотя полемика вокруг следования правил, значит, знаменитая, она как будто отгремела, вот, проблема, так называемая, Крептенштейна, так сказать, вот, она оказалась не очень такой, так сказать, долгоживущей, тем не менее выяснилось, что, возможно, вполне, что, так сказать, понимание, как оно, так сказать, имеет место, так сказать, вот, это штука, которая принадлежит не, собственно, математическим реалиям, а тому, что Вегенштейн назвал формой жизни, это языковая игра, по-русски говоря. То есть, вообще, доказательство, как таковое, само по себе, оно не является как-то субъектом права, что ли, так сказать, это некая производная вещь, потому что в разных языковых играх, значит, понятие доказательства, вот, оно, так сказать, имеет совершенно разные виды. Но этого мало. Дело заключается в том, что, может быть, главным тезисом Вегенштейна, хотя трудно говорить о главных тезисах Вегенштейна, является замена объяснения описанием. Это такая, скажем, почти банальная учебная вещь. Действительно, если главная цель традиционной философии является, так сказать, объяснение, некое явление там или, так сказать, концепция и так далее, то по Вегенштейну, на самом деле, ситуация заключается в том, чтобы не давать объяснение, а описывать ситуацию с самых разных точек зрения. Что-нибудь вроде этого. Ну и поэтому понятие доказательства, как оно применяется математиками, будучи производным от образа жизни или, так сказать, вот, языковых игр, требует, так сказать, новой постановки вопроса. Пересечение между компьютерными, так сказать, вещами, значит, вот, и вегенштейнским пониманием заключается в том, что Вегенштейн исповедовал крайнюю форму конвенционализма. То есть фактически он считал, что любое доказательство является крайне условным, в том смысле, что, так сказать, ну, фактически он полагал, что на самом деле никакой необходимости, так называемые доказательства, главное добродетели доказательства, вы там не найдете, потому что все зависит на самом деле от ваших соглашений, что-нибудь вроде этого. И вот эти две точки зрения пересеклись. Конечно, популярностью вот такого рода, значит, разговора способствовал, так сказать, талант Крипке, который, значит, знаменитый в своей статье, значит, уверен, книге, точнее, изложил, так сказать, эту проблему, проблему следуя вегенштейна, на крайне простом арифметическом примере. Ну, это знаменитая скептическая проблема. Крайне простая скептическая проблема заключалась в том, что хотя вы пользуетесь неким правилом, допустим, при построении некого ряда, скажем, там, некого там ряда, допустим, чисел, никто не гарантирует на самом деле, что следующий шаг будет сделан по этому же правилу. Ну, есть куча очень интересных примеров в разных книгах о том, что у вас имеется любопытный квази-примеров типа Крипке, то у вас имеется определенный там последовательный чисел, и вы думаете, что вы делаете, лепите следующие, следующие, скажем, члены этой последовательности по определенному правилу, объясняется, что на самом деле в уме или, скажем, где-то под спудом можно держать совсем другое правило, и тогда будет другое число на самом деле. И главный скептический вывод заключается в том, что нет никакой уверенности, а какое, собственно, правило изначально имелось в виду. Если на первых десять членах оно и тождественное два правила, оно с ка младенцем расходится в шинт-фруде этого. Это означает, что нет никакой гарантии и нет никакой необходимости, которую улавливает математик, когда он, скажем, чувствует, допустим, некую такую закономерность в шинт-фруде этого. Ну, как известно, примеры Крипке произвели, скажем, неизгодимое впечатление, до сих пор пишутся огромное количество статей, книг и так далее по этому поводу. Но главный упрек, который, скажем, очень сильный такой упрек, предъявили Крипкенштейну, в том, что его примеры предельно элементарны. В частности, Хинтика, в этой своей книге, кстати говоря, которую говорили, утверждает, что вообще-то говоря, даже арифметика, не говоря о более развитых областях математики, на самом деле прибегает к гораздо более сложным примерам. И поэтому пример насчет самого Крипке, да и примеры других людей, которые подтверждают некий статистический вывод, на самом деле несерьезен, несущественен. Вот, кстати, этот упрек о том, что берутся очень элементарные примеры, и делаются из них глубокие выводы, очень серьезен. И он предъявляется не в связи с Крипке, а предъявляется ему Генштейну, у которого есть философские исследования, скажем, вообще особенно достоверности, полно именно предельно простыми вещами, предельно простыми. Кое-кто, сейчас лагерь, значит, вернее, трактователь, или как интерпретатор Кип, Генштейн разделились на два лагеря. Одни ярость защищают законность подобного рода элементарных примеров, другие как раз полагают, что такого рода примитивизм в понимании математики говорят о том, что сам Генштейн не понимал математики. Но печальным, как называется, предметом спора является то, в какой степени Крипке Генштейн понимал, скажем, Киарем Гёделя, потому что его комментарии к ней – это ужасно на самом деле. И человек, который знал Генштейна хорошо, кразил первые свои знаменитые рецензии на эти замечания, в основании математики Генштейна, сделал очень ущажающее замечание, уничтожительное, смысл которого, что это некого рода закат, гений вообще. Но там были жестко, типа полумразмы, потому что не понимать таких вещей. Но, как всегда бывает в нашей сфере, в нашей философии, нашлись защитники, среди них оказался Паттон, который очень хитрым ходами с помощью своих. У Крипке, у Хинтики есть очень любопытное замечание. Он назвал Акермана в связи с Гильбертом Акерманом хенчман. Хенчман – это, вообще говоря, оруженосец, на самом деле, более жесткое толкование на русский язык или перепривозах, на самом деле. Это, ну типа, как называется, шестерки, что-то вроде этого, вот так. И поэтому это такое полупрезрительное замечание относится к очень многим, на самом деле, людям, которые Крипке, для того, чтобы сказать, что на самом-то деле у Хинтикина была очень глубокая идея, что он что-то понимал в этом деле и так далее. Но все это, битвы локального, так сказать, такого типа, они не очень понятны, но идея заключается в том, что действительно серьезной математике к серьезной математике Вильгенштейн никогда не прибегал. И тогда вот в результате всего этого возникает вопрос, а действительно, вот что по большому счету, так сказать, вообще, можно сказать по поводу соотношения доказательства и, значит, понимания. Ну, первое, о компьютерах. Ну вот есть две, о них часто говорят, особенно Хакинг говорит, два понимания доказательства. Одно о Декартовской, когда мы, значит, мгновенно делаем из обозрения доказательства некое целостное восприятие, такой дештальт, который называют словом «ага, врубился». Вот, это, значит, Декартовское понимание и Лебеншевское понимание, это некого рода системы инструкции. Вот, системы инструкции – это некого рода просто как-то вычисление. Вот, и эти два типа доказательств часто перемешиваются, на самом деле, так сказать, но компьютерные доказательства-то, конечно, являются Лебеншевским типом. Ну, и тогда возникает вопрос, а что действительно, тогда математическое доказательство теряет свою специфику на необходимость некого рода, там, апостериорность, априорность, что-то вроде, так сказать, или какой-то другой достоверный характер. Потому что чем отличается, скажем, система, допустим, инструкции, как доехать от одной станции метро до другой, ну, скажем, да, от инструкции, как мы должны обойтись в случае доказательства. Это, конечно, некого утрированного примера, но идея заключается в том, что компьютер-то делает это именно так. То есть фактически действия компьютера вы не улавливаете никакой логики. Я помню, значит, на ранних этапах обсуждения искусственного интеллекта приводился очень простой пример. Значит, мат королю, скажем, вот король и ладья, значит, голому королю делают мат. Мат. Вообще это хрестоматийная задача для любого изучающего, значит, шахматы, сказать, но то, как это делает компьютер, его ходы, в отличие от осмысленных ходов, допустим, человека, они абсолютно абсурдны. Тем не менее, они просто непонимабельны, сколько вот. И тем не менее, они гораздо более эффективны, потому что мат получаются гораздо быстрее. Но вот та самая аналогия может быть применена к тому, что компьютер делает нечто непостижимое. Тем не менее, сказать, вообще можно ли назвать то, что он делает, хотя цель достигается одинаковая, вот, можно ли назвать это пониманием. И вот тут возникает большая, так сказать, полемика и вообще большая задача. Компьютер – это некая крайняя форма, так сказать, вообще формализованного, так сказать, некого такового процесса. Ну, конечно, можно говорить о формальной системе или компьютере, так сказать, синонимы. Ну и что формальная система, так сказать, если там все термины, допустим, примитивные и так далее, она имеет какой-то смысл для математики, что-нибудь вроде этого. Или на самом деле это некая слепая такая, так сказать, вот, манипуляция символами, и не больше, что-нибудь вроде этого. Задача отбивается на два типа. Сначала речь идет, так сказать, о естественном языке, а потом речь идет о некого рода, так сказать, интерпретации, значит, формализма. Так вот, в естественном языке, значит, полемика, значит, идет таким образом. На самом деле реальная математика делается в естественном языке. Естественный язык, судя по всему, подспудно такая, так сказать, посылка, это некая гигантская семантическая система, где на самом деле одно слово свяется с другим по смыслу, третьим и так далее. То есть огромная семантическая система. И манипулируя, удачно манипулируя, в хорошем случае, математик извлекает из этих связей семантических метасловами некое новое знание. Но если говорить очень культурно, то ссылаются обычно на Гильберта, Давида Гильберта, который запустил очень знаменитую фразу «хорошо подобрано определение». Вот вы знаете, что определить можно все, что угодно, так сказать, вообще, так сказать, вот. Но Гильберт говорит о хорошо подобранных определениях, что означает, что если определение, которое подбираете, обладает хорошими смысловыми связями, так сказать, ну, хорошей семантикой и так далее, тогда будет некий прогресс. В противном случае, на самом деле, это бесполезно. Так вот, очень многие полагают, что как раз именно естественный язык позволяет вам сделать некие осмысленные, более четкие, на самом деле, более интересные как раз открытия, чего на самом деле не позволяет делать чисто формализованный язык. Но когда говорят о том, что в естественном языке кроются некие смыслы, которые, так сказать, вообще формализованному языку недоступны, то здесь и кроется некое, так сказать, дело в деталях. Ну, а почему тогда на самом деле, так сказать, вот, ну, вернее так, берем какую-то математическую теорию, ну, скажем, допустим, вторую теорию магистрирования полноте арифметики, там-то она замечательно звучит на русском языке, так сказать, что любая система, достаточная для формализации арифметики, на самом деле, ее, значит, непротивирующиеся, нельзя доказать, на самом деле, внутри нее. Это формулировка, которую измысгли все философы, на самом деле. Но если посмотреть нормальное изложение этой теоремы, математическое, то она будет звучать совершенно по-другому. И практически нормальный человек, который знает чуть-чуть математику, с трудом поймет связь между ними. То есть какая связь между, так сказать, на самом деле математическим формулировкой теоремы, с хорошо подобными определениями. И вот естественный закон, который апеллирует к некой семантике. Она, конечно, есть, но здесь возникает кучу проблем, которые, так сказать, вот, называются, так сказать, вот часто куча проблем, которые, так сказать, приводят к трудностям. Это интенсиональность. Ну вот известно, что такая скандальная интенсиональность, значит, второй теоремы Гёделя, когда, так сказать, мы непротиворечивость можем определять, значит, формально разным способом, значит, она возникает как результат некоего рода, так сказать, нашего произвола, значит, естественного языка. То есть мы в естественном языке на самом деле, так сказать, должны понимать, что некоторые вещи, так сказать, вот, позволяют делать некую свободу в семантике для математических терминов. То есть что я хочу сказать. Что когда люди говорят о том, что в семантике естественного языка возникает некая свобода, и в случае хорошо подобных определений мы обретаем некое открытие то здесь яка есть лукавая посылка потому что вообще-то говоря проблем перевода допустим сказать формальных вещей в естественность и обратно связано с очень тяжелыми проблемами вот как появление тенциональности другие проблемы но некое лукавство заключается в том что та самая проблема на самом деле она применима и формальным языкам ну например последнее время появились несколько работ которые говорят примерно следующее а вы знаете ведь фактически речь идет о том что не нужно противопоставлять доказательства и понимания упирая на разницу между естественным языком и формальным языком потому что формальных языках на самом деле тоже наказывается таится некая мудрость которую могут здесь математики ну например доходит дело до некого рода крайних утверждений но почему бы не так ну например если вы взгляните на значит вот системы фреги съездки буквально там какой двумерной системы обозначения там деимпликации так далее сказать очень такая своеобразная система то вы поймете что на самом деле если чай-то не считать о фреге то именно там содержится глубокая мудрость как раз трактовки грех фреги значит природы концепции и прочее прочее то есть на самом деле чистом формализме причем таком вы первого взгляда непонятным оказывается может храниться на целая богатая модульность но фреги только один из примеров на самом деле скейте очень часто приводится значит в качестве примера алгебраические системы алгебраические толщества и так далее где глубокий анализ вот эти чисто формальных знаков вот оказывается могут выявить чисто семантические аспекты то есть некое понимание вот это попытки я их причисляю к плохим попыткам смысле хагенка потому что на самом деле есть видимо мало что извлечь можно но это отчаянная попытка на самом деле спасти в каком-то смысле искать вот понятие компьютерных доказательств почему компьютерных доказательств это некого рода манипуляции символами манипуляция символами на самом деле сказать это вообще сказать но не знают механическая операция механическая операция по существу является операцией ну назовема консервативной то есть никакого нового знает знания креативного она не может дать так как возникает тогда новое знание но тут есть две стратегии любопытные одна стратегия опирает на то что когда гильберт формировал свою программу значит доказательств не противоречивости то он опер всего любопытные вещи спичок все он манипулирует знаками но что это за знаки вот здесь сказать возникает очень любопытно проблем по этому поводу сказать есть некая интересная работа что вообще-то говоря гильберт оставил это дело канта ну примера канта смысле с одной стороны чарльз парсонс вот известный такой историк математики он говорит что вообще-то говорить идет скорее сказать о смеси абстрактных и конкретных объектов полуабстрактные и так далее то есть фактически природа этих знаков это не просто токены вот так это уже некие типы а если это типы стало быть это некая универсализация стала быть это некая подспудная семантика и поэтому уже гильберт который прекрасно понимал что если она граница только как раз токенами то есть чистыми знаками штрихами и так далее вот то на самом деле ничего не получится и поэтому считается многие по этому поводу пишут что очень неправильно называть философии гильберта насчет формализм потому что там не совсем формализм потому что уже знак понятия значит типа не токена содержится гораздо более глубокая типа крепоспудная семантика чем это об этом думает вот один вариант если мы вернемся к вегенштейну то значит речь идет о том что когда вегенштейн оперировал очень простыми простой арифметикой автоматически он оперировал к очень простым правилам которым нужно следовать но эти правила сейчас на это очень многие указаны могут быть очень сложными одно дело допустим правило такое так значит берете последнее чем последователь берите в квадратового сфинфорудетово скачки и получите следующий сфинфорудет простое правило но просто правило могут настолько сложным на самом деле что его понимание и тут возникает слово понимание становится затруднительным очень длинная инструкция скажем огромная длинная инструкция теоретически но ничем не хуже простых правил вегенштейна чего бы сказали было хуже такое брода полностью но тогда возникает вопрос а когда наступает понимание скажем если мне говорят что следующий член значит получается в день в квадрат ну простое правило сказать вообще я как будто понимаю что имеется ввиду то есть я делаю ряд операций сказать простой искать которые фривальметики спокойно делается а потом на самом деле я получаю результат который могу сравнить там чем но если правило предельно сложная невероятно сложная как например могут быть допустим последствий команд качи насчет вот там насчет в компьютерном коде я тут понимаю что он теле нет то есть проблема понимания тогда смещается от проблемы простоле синтактического семантического в несколько другое русло понятие сложности и тогда понятие понимание как даваемость как вообще это уже как некого рода производная от сложности тех самых языков игр которые играют математики есть простые видимо играть к допустим это школьная математика наша есть более сложные игры допустим там географические геометрия есть еще более сложные игры так далее и на каком-то этапе мы должны себя признать но скажем если я студент матфака допустим что я не врубаюсь в новую дисциплину потому что я ее не понимаю не понимая по какой причине потому что правило которыми предлагают является весьма и весьма сложную в труде этого но и тут я хочу закончить возникает конечно гигантский простор для того чтобы говорить или спекулировать и природе математики но вот заметь наследие гротендика значит вот заключается в том что вообще-то говоря значит математических истин должна быть не то что простыми скотника прозрачными истинами на самом деле которыми там угадываем сложным процессом и так далее вот этот процесс угадывания истин очень сложных математических выкладок это понимание но с точки зрения скотя обыденно искать математики алиста понимания это понимание очень сложного сложно природа потому что это понимание является результатом некоего рода комплекса проблем сказать компетентности математики математика сказать допустим сказать не керых обычаев или скот некого рода скоть вот особенности коммунно математиков конечно счете ну не вегетчинском смысле не король и языковой игре которой мы привыкли. Если понимание является свойством языковой игры, тогда пониманий много, потому что математики, и согласно ему Игорь Штейну, и согласно его, как раз этих хенчменов, это штука, которая вообще крайне разнообразна. Одно дело, вы считаете деньги, другое дело, вы считаете, допустим, некое теориумы о простых числах и так далее. То есть вы играете в абсолютно разные игры. Если это игры разные на самом деле, то тогда для каждой игры свойственно некий уровень понимания, или понимание особое. Если на самом деле вы считаете, что языковые игры вообще есть то, чем занимается математика, тогда понимание вообще не нужно, потому что языковые игры определяют, грубо говоря, то, чем вы просто занимаетесь. И тогда само понятие понимания будет излишним. Это то, чем вы занимаетесь. Только и всего. Я хочу подытожить, что проблема, которая возникла, довольно четкая проблема, значит, доказательство versus понимание, она все-таки не приходит к чему-то более-менее разумному, хотя, скажем, аргументация очень интересная, изощренная, потому что расплычат самих терминов или способов играть, значит, или проигрывать языковые игры на самом деле настолько много, что эта лихотомия теряет некого рода разумные рамки. А Вегат настаивает на том, что это все потому, что мы очень мало времени уделили на самом деле тем гигантским переменам, которые, я говорю, вообще, значит, свойственны внедрению компьютеров на самом деле в математику. Если мы это поймем, тогда, так сказать, вот эта проблема станет более четкой, так сказать, вот, но для этой цели нужно революционное некого рода, так сказать, вот как изменение, так сказать, в нашей концепции из-под философии математики. Вот примерно так. Ага, спасибо большое, Виталий Валентинович. У нас есть время задать один короткий вопрос, ну или можно подождать обсуждения в конце, чтобы задать более распространенные вопросы какие-то? Есть у нас желающие задачи? Можно вопрос, да? Да. Я вот не могу понять вот эту, как сказать, дихотомию, что компьютер что-то понимает или вот человек понимает. Вот мне все-таки кажется, потому что, ну, допустим, понимание компьютерного доказательства, мне кажется, разумно сравнивать с пониманием, ну, допустим, доказательства опубликованного там в печатанном виде, да, то есть и в том и другом случае речь идет все-таки обязательно о взаимодействии человека вот с чем-то, да, с какой-то символической, так сказать, машиной в том или ином виде, но не о том, чтобы вот, допустим, компьютер или там книжка сама себя понимает или компьютер сам себя понимает. Вот это я, мне кажется, вообще вот за пределами какого-то, ну, того, что я, я могу понять. Вот прокомментируй, пожалуйста, все-таки речь идет о понимании. Как это называется, не знаю, путание софтирует, потому что что понимание компьютера, перед вами был, так сказать, двоичный код. Вы врубаете, что там делается? Нет, ну, может нет, но опять речь вот именно. А как вы, вы, скажете, постигаете это делать? Я не уверен, что нормальный человек постигает, там, двоичный код. Вот что имеется в виду, скажем, что на самом деле компьютер делает что-то целенаправленное, ну, с точки зрения программиста, но вы не понимаете этого, так сказать, вообще. То есть, это непонимание. Это некое расследование, так сказать, операции в инфрукте. То есть, может быть, понимание или непонимание, но всегда есть человеческий агент, человек, который что-то понимает или не понимает. Правильно, так? Или мы говорим о каком-то вообще роботе, который, там, сам себе что-то понимает. Вот это для меня совсем непонятно. Есть какая-нибудь теорема, вообще, скорее всего, которую вы, скажем, понимаете, в декартном смысле. Рядом лежит компьютерное доказательство, на самом деле. Полностью формальное. Полностью, но определенное степень формальности. Ну, и что, вы, скажем, все примерно. Вы, да, агент-1 вы, на самом деле. Но то ли для вас, скажем, левое, это настоящее доказательство, правое, компьютерное, это уже вот непостижимое. Не знаю, нет, ну, спасибо, понятно. То есть, в любом случае, Речь идет о понимании человеком, или есть проблема, что мы это понимаем лучше и хуже. Нет, не машинное понимание. Ясно выразился, да. Хорошо. Тогда давайте дискуссию и дальнейшие вопросы отложим на общее обсуждение. И сейчас перейдем к следующему выступлению. У нас Александр Валерьевич Хлебалин представит доклад, который называется «Вывод, доказательства и основания». Вот Саша прислал мне недавно новую тему. Пожалуйста, Саша. Большое спасибо. Прежде всего, я хочу выразить огромную благодарность организаторам конференции. То упорство и мастерство, с которым они соблюдают традицию проведения этой блестящей конференции, по-моему, заслуживают высших похвал. Поэтому, Лев, спасибо тебе огромное. Спасибо за приглашение и, конечно, публике, которая согласилась выслужить мои скромные замечания. Я действительно изменил в последний буквально день тему, потому что круглый стол был заявлен касаемо доказательств. Поэтому то, что я вам сейчас попытаюсь продемонстрировать, это будет отчасти экспром. И так получается, что экспром будет продолжать во многом те темы, которые поднял Виталий Валентинович. Вывод, доказательство и основание. Давайте сначала просто проясню последнее из этих слов. Это мой, я понимаю, что обреченный на неудачу, моя, по крайней мере, обреченный на неудачу попытку предложить вариант перевода вот этого ставшего в последние десятилетия невероятно модным и распространенным слово ground, применительно и grounding, применительно вот к вопросам, связанным с логикой и математикой. Я понимаю, что, наверное, не избежать жарких дискуссий по поводу того, насколько удачным является предложенный вариант перевода, но давайте возьмем как рабочий, а при случае, если вы позволите, я буду вообще заменять его ground, имеется в виду, примерно в том же смысле, в котором вот Остин Линеба представлял эту идею. Она будет отчасти, вот термин, и смеется в виду именно из этой традиции. Так вот, я не буду останавливаться, наверное, подробно, хотя, может быть, приведу просто несколько цитат, поясняющих ту дихотомию применительных доказательств, о которой уже упомянул Виталий Валентинович. Это идея хакинга на тему того, что на самом деле, несмотря на то, что, наверное, сложно найти такое понятие из области философии и науки, которое имело бы более древнюю историю, чем доказательства, и, наверное, математика первая из всех наук приобретает более или менее каноническое представление, по крайней мере, заявляет о нем, что нужно понимать под доказательством, которое обладает всеми этими невероятными эпистемологическими характеристиками, делающими столь привлекательно, в том числе и для философии. Тем не менее, позволите такую характеристику хакинга, как всегда острованный язык, вот, позвольте цитату из него. Любой, кто хоть немного интересуется чтением древней математики, увидит, что стандарты редуктивной математики менялись, как, впрочем, и теперь. Все это является историей контингента. Но, тем не менее, в этой контингентной истории хакинг предлагает выделить две позиции, Виталий Виталий Виталий, я их упомянул, которые являются много ключевыми для современного не только понимания природы математического доказательства, но и практики самой математики, потому что, на самом деле, это вещи, которые регламентируют, в том числе и математическое творчество. Опять же, цитата из хакинга. Правильно сказать, что две совершенно разные идеи и доказательства могут быть прочитаны, в одержимо тщательных трудах Декарта и могут быть извлечены в более точном виде из некоторых неисчислимых текстов Лебенца. И два этих идеала, как уже прозвучало, они были связаны либо с пониманием того, что на самом деле доказательство это является, безусловно, аргументом, который в случае Декарта должен порождать, вот такой, так называемый, вау-эффект, либо в случае Лебенца он может представлять из себя, пусть невероятно длинное, но последовательное, непроблематичное повторение, применение одного и того же вывода. Современной математике, согласно, вот на самом деле, Яну Хакингу, это переживает современная математика триумф, наверное, Лебенца, как концепция доказательства. Опять же, позволю себе цитату из него, хотя он сам себя и во многом привергает в ней. Хакинг заявляет, что Лебенец знал, что такое доказательство, Декарт не знал. Лебенцевская поэта доказательства почти точно такое же, как наше. Оно не существовало бы до его времени. Но спустя буквально несколько лет он признается в излишней резкости этого своего заявления, утверждая следующее. Несколько лет назад я начал открытую лекцию с таких слов. Лебенец знал, что такое доказательство, Декарт не знал. Я полагаю, что не был тогда в достаточно зрелом состоянии ума и мог позволить себе прогулки по саду сомнительных аппаритов. Но тут же буквально следующим абзацом он заявляет следующее. Сейчас я хотел бы сказать, что Лебенец прозорливо нащупал концепцию доказательства, которую мы теперь учим в курсе элементарной логики. И вот длинная фраза через вот идиосинкразические такие тире. Доказательства, как конечная последовательность предложений, каждое из которых есть либо аксиома, или выводится из предыдущих членов последовательств с применением правила вывода. Так вот, согласно этой концепции, доказательство является сугубо вычислительной процедурой. Согласно и этой вычислительной концепции, доказательство будет валидно исключительно в силу своей формы, но никак не содержать. А в версии Лебенец оно представляет собой, собственно, последовательность утверждений, которая начинается с утверждения дождества и продолжающихся конечных последовательств, сугубо логических шагов вывода и правила диффиненциальной постановки вплоть до доказательства нужной теоремы. Вот предвосхищение Лебенеца в современной концепции доказательства, они по большому счету удивляют. Хакин и Нинанс. Хакин вычисляет среди таких предвосхищений следующее. Более того, говорит он, понимание Лебенеца доказательства таково, что он мог предложить математическую демонстрацию непротиворечимости на основании демонстрации невыводимости противоречия за конечное число шагов из посылок определенной формы. Он понимал, что доказательства необходимого утверждения должно быть конечным. И важную часть своей философии основал на различии между конечным и бесконечным доказательствами. Мы обязаны ему важным определением необходимости как редукции к противоречию, соответствующим определением возможности как свободы от противоречия, понятым как неизбежное доказательство противоречия конечным множеством шагов вывода. Доказательства не только конечные, но и вычислимы, и проверка доказательств называется арифметикой. Лебенец видел даже важность представления идеи про позиции средствами схемы рекурсивной нумерации. Вот такое вот прозрение, что ли, которое мы можем, Хаккер наблюдает в этих, как он выразился, несчислимых сочинениях Лейбница, действительно показывает, что на самом деле, особенно вот уже с упомянутым колоссальным развитием компьютерной математики, которая по большому счету может считаться воплощением подобного рода концепции, плюс пророческие заявления сторонников этой концепции имеются в виду широко известные, не раз цитируем по этому поводу, публичные, вот именно публичные, наверное, в большей степени, чем узкопрофессиональные выступления Владимира Воеводского, предвлекающие триумф к компьютерной математике в ближайшем будущем, когда ни один уважающийся журнал не будет публиковать результат математика без приложения к нему этого самого прувера, и то колоссальное развитие, которое существует сейчас в журналах по компьютерной математике, библиотек, результатов, полученных языками совершенно различного типа, и те результаты, которые бросают, по большому счету, вот этот вот вызов эпистемологическим традиционным концепциям, которые мы усматриваем, связываем с понятиями, которые вообще привлекал Декарт, они очень жестко противопоставляют подобного рода вещи. В чем причина подобного рода противопоставления? И вот этот вот эпистемологический шум, который сопровождает обсуждение эпистемологических свойств, компьютерных доказательств, которые, ну вот, есть, собственно, воплощение вычислимости, согласно Вейбе. Начиная с эпохи, когда вот Тимошка пишет свои знаменитые работы, ставшие уже классическим по поводу того, что вот доказательство четырех, теорема четырех красок, оно на самом деле, на самом деле стало, скажем так, хорошо известным классическим примером возбуждения подобного рода полемия. Полемия не то носит они социологический характер, когда на самом деле мы имеем дело с противопоставлением разных традиций, не то они имеют дело более чем социологическое, может быть, идеологическое. Но хорошо известны Демарши против компьютерных доказательств, когда я, к сожалению, стыдусь своему, не вспомню сейчас фамилию, один из критерий в математике по поводу, доказательство теоремы четырех красок, заявившим. Я поверю в этот результат только тогда, когда мой внук будет доказывать это на уроках математики, и ему для этого понадобится полудитратная страница. Колоссальные, колоссальные, какая-то масштабы этих доказательств, которые, ну, в принципе, необозримы человеком, казалось бы, делают вообще совершенно невозможным, совершенно невозможным применение к ним те характеристики доказательства, которые перечисляет Декарт. Это сугубо, казалось бы, если обратиться к текстам самого Декарт, это, конечно, сугубо такие субъективные психологические состояния, то есть любое ментальное состояние, которые вот совокупно передаются таким несколько жаргонным выражением вау-эффект, хорошие доказательства, то, которое имеет вау-эффект. Но, тем не менее, казалось бы, от математических доказательств, полученных компьютером, или вот выполненных а-ля лейбниц в этой парадигме, ничего подобного доказательства, мы просто не можем применить к человеку, имеющему дело с этим доказательствами, ни одну из тех характеристик, которые Декарт перечисляет в связи с успешным, хорошим доказательством. Тем не менее, обращение уже не столько к нормативным идеалам или канонам того, на что должно быть похоже это математическое доказательство, скорее, например, к работам или к практике самих математиков, на самом деле, позволяют сказать, что несмотря на век триумфа математики, а-ля лейбниц, мы, тем не менее, при рассуждении математики, при организации практики работали математиками, имеем дело и с присутствием вот этого жаргона из, скажем так, философии Декарта. Ну, вот, позвольте себе следующий пример. Это Майкл Атьев вспоминает следующее, цитата из него. «Я помню одну доказанную мною теорему. Я действительно не мог увидеть, почему она была истинной. Это беспокоило меня много лет. Я продолжал беспокоиться об этом. И пять или шесть лет спустя я понял, почему она должна быть истинной. Потому что я получил совсем другое доказательство. Используя совсем другие методы, мне стало совершенно ясно, почему она должна быть истинной. Атьев говорит это по поводу своей ранее доказанной им теоремы, формальное доказательство, которое не вызывает в нем никакого сомнения. А вот на самом деле основание, почему ее нужно признать истинным, это доказательство, у него эти сомнения вызывают. И потребовалось передоказательство, условно говоря, этой теоремы, для того, чтобы убедить себя в истинности тобой уже ранее полученного результата. Широко известная практика, которую привлек внимание философ Доусон в своей небольшой работе, «Зачем мы доказываем это снова?», когда анализируют практику перед доказательством теорем ранее полученных результатов, имея в виду, что они должны быть получены более интересными методами, может быть, которые позволят обнаружить связь с разными разделами математики. Может быть, они просто будут более убедительными. То есть они носят явно, скажем так, не вычислительный характер, а скорее эпистемологического толка. Они не направлены на то, чтобы установить истину. Утверждение, оно установлено и без этого. Оно на самом деле направлено на то, чтобы как раз достичь того понимания, о котором говорит ДК. Но действительно, ну и того понимания, которое, наверное, имеет в виду ДК. И в этой связи у нас возникает, наверное, некоторая дилемма, может быть, искусственно созданная из-за филоризации этих новых, того, на что должно напоминаться, более чем должно являться это доказательство. С одной стороны Декартова концепция, с другой стороны Лебецовская, которая блестяще, триумфально шествует в современной математике, но при этом, при всем, есть практика, описание которой самими участниками насыщено понятиями ДК. Безусловно, как я уже упомянул, наверное, недостатком концепции доказательства Декарта является перечисление сугубо субъективных ментальных переживаний, если не психических переживаний. Стойкий антипсихологизм, философия и математики, усвоенный из урока Фредди, который блестяще, наверное, демонстрировал, что ничего, кроме психологизации логики и психологизации математики, современное ему ничего, кроме субъективных условий принятия истинности утверждения, не позволяет выявить, а это скорее, интересно, биографам людей, чем философам математики, она действительно является, наверное, неоспоримой до сих пор. И в этой связи интересно было бы посмотреть, насколько существуют ли, или можно ли усмотреть среди некоторых идей современной философии и математики, какие неконцептуальные средства преодоления вот этого вам может быть пока еще искусственного противостояния, искусственного противопоставления двух вот этих вот парадигм-доказательств. И вот на мой взгляд, вот это вот понятие, связанное с ГРАМ, вот эта вот еще не устоявшаяся терминологическая вещь, она может служить достаточно интересным способом рассуждения. Ну, во-первых, само это понятие, вот действительно, последние десятилетия становится все более и более частым на странице журналах по поводу философии, математики и логики. Обязаны мы его происхождением прежде всего. Открытие того, что оно впервые появляется в трудах Бернарда Бальцана, связано оно прежде всего как раз именно с идеей того, что на самом деле доказательство не обеспечилось исключительно вычисления. Так вот, понятие ГРАМ, вот если обозрить, как оно присутствует в современной литературе, оно обычно описывается как отношение между истинными или фактами, которые не являются причинными и носят объяснительный характер. Концепция, вот эта вот ГРАМ была, или основание, была проигнорирована или была фактически забыта до отыскания ее в трудах, в трудах фактически 100-летней давности и... Развитие этой концепции в последнее время обнаруживает ее некоторое расхво, по крайней мере в том, с каким намерением оно используется сейчас, с такими, казалось бы, ключевыми концепциями для понимания доказательств, как истинные доказательства. И в этой связи интересно то, что понятие ГРАМ, оно уже получило в ближайшее в последнее время несколько формализаций, оно, причем формализуется двумя различными способами. Оно именно используется либо как предикат или социальный оператор, или же как методистическое отношение. В последние 10 лет литература по логике, по логике вот этого понятия основания, она буквально процветает. Существует широкий спектр исследований, различающихся по своим объектам, концепциям, ну и, естественно, особенностям. Так вот, в этой связи, чтобы уточнить просто представление многообразия этой классификации, всех этих исследований, мы должны ввести даже некоторые различия в отношении самого этого понятия. Ну, например, Китфайн и Карейра считают, что ГРАМ, вот это вот само это понятие, может быть прочитано в совершенно разных формах или контекстах. Среди них, например, существуют уже формализованные метафизические экспликации этого понятия основания, логические основания, концептуальные основания, естественные основания. Вот применительно к нашей теме это понятие может быть интересно в связи с тем, что оно позволяет из сферы чистой интуиции вывести в какую-то более понятную и проверяемую, если угодно, сферу осуждения примерно на следующие вопросы, которые всегда встают в связи с понятием этого доказательства, рекомендуемого вывода. Вот содержит ли вывод нечто большее, чем просто переходы, о которых говорил Е, Лейбец, если да, то чтобы это что-то могло быть. С одной стороны, когда мы делаем вывод в ходе доказательства, все, что мы объявляем, обычно является числом таких логических переходов и вполне согласуется с концепцией Лейбеца. С другой стороны, кажется, что еще что-то происходит при этом самом выводе. Какая-то умственная операция, которая заставляет нас поверить в правильно сделаемое утверждение. Вот, наверное, это примерно то же что-то, что искал Атя в приведенном высшем цитате, ища основания для того, чтобы поверить в выставность доказательства Емжи Сонда. Так вот, для Бальцана, вот его, в его сочинениях, это понятие основания является одним из ключевых понятий. Это правильный способ доказывать теорему, согласно Бальцану, и означает он демонстрировать в самом доказательстве основания этой самой теоремы. Его точка зрения заключается в том, что при этом не только устанавливается само это утверждение, которое считается теоремой, но и представляются одновременно причины, по которым она является справедливой. Вот основание, отношение, точнее, между основанием предложения и самим этим предложением, он обозначает немецким словом, а от фольг, который вот, собственно, и переводится на английский язык как ground, ну и которому, видимо, предстоит получить терминологическое оформление в русском. Так вот, в отличие от логического следования, которое имелось в виду, собственно, в концепции Лейбница, это отношение имеет место только между истинными предложениями, и существенным моментом здесь заключается в том, что основание предложений объясняют, объясняют, почему оно является верным. Бальцана в этой связи был действительно каким-то одиноким пионером, и буквально только, ну чуть ли не сто лет спустя, будет востребована сама эта концепция его, и более того, это самое отношение, обозначенное Бальцана как обфольг, которое позволяет, собственно, представлять еще и основание для веры, какое-то утверждение, оно будет обнаружено то, что оно является очень в большой степени, напоминает собой концепции Генца. Так вот, одна из идей Бальцана состояла в том, что для каждого истинного предложения, некоторого произвольного предложения А, которое может быть обосновать вообще, существует некий набор истинных предложений, которые вместе составляют то, что называют полным непосредственным основанием для этого самого предложения А. Отдельные предложения этого множества называются частичными непосредственными основаниями, и каждая из них имеет свои непосредственные основания. Продолжая таким образом спрашивать о непосредственных основаниях каждого утверждения, мы получаем, согласно Бальцану, некоторую конструкцию, в которой можно изобразить вид древа, внизу которого находится как раз вот искомое, ну или обосновываемое предложение А. А в верхних узлах будут стоять некие фундаментальные истины, которые не нуждаются и не имеют основания. Вот согласно Бальцану, эта самая идея, она на самом деле заключается в том, что вот эти вот ненуждающиеся в основаниях, фундаментальные идеи, они обязательно существуют, и мы в них упираемся, и наше древо никогда не будет бесконечным. Бесконечным могут быть только ветви, но не более того. Вот и непосредственно вот в этой системе деревьев, или вот ground trees, как его называют, непосредственно друг на другом предложения в древе, находятся все его частично непосредственные основания. Это называемые вот эти вот ground trees. Антье при этом указывает на параллель ground деревьев Бальцана, которые достигаются путем рассмотрения нормальных доказательств натурального вывода. Вот собственно обнаружение того, что на самом деле вот эти вот в самых общих чертах набросанные идеи Бальцана очень сильно связаны с концепцией Генсена, с его идеей натурального вывода, и позволили, например, получить из некоторого рода таких вот концептуальных приближений более строгую систему. Ну, среди колоссального разнообразия уже построенных формальных систем для апелирования с понятием ground, метафизическими, 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 и всяких прочих разных смыслов, которые вот выделял Китфайн, например, Скорейн, на мой взгляд, просто наиболее, наверное, интересным, или может быть, плодотворным, в том числе и прежде всего интересующий нас противостояние концепции вот этих двух излишних формализаций и понимания или абсолютно вычислительной концепции доказательства и такой, если угодно, когнитивной, концептуальной концепции доказательства, могут являться работой Дага Бравитса прежде всего по самым разным причинам. Ну, во-первых, он предлагает, ну, наиболее, наверное, развитую за достаточно многие годы, которую он посвятил этому, концепцию ground, которая позволяет нам как раз, собственно, формально оперировать и измерять буквально степень обоснованности каждого утверждения. В какой-то степени вот аппарат, предлагаемый им, хотя со всеми вот этими формальными подробностями, на которых, наверное, нету невозможности, необходимости оставаться здесь, он, как сам замечает Даг Бравитс, еще на самом деле далек до своего завершения. Но, тем не менее, аппарат, который развивает он, применительный к философии и математике, может, на мой взгляд, по крайней мере, быть крайне востребованным при, как раз в качестве такого, не знаю, формально-концептуального средства преодоления вот этих вот различий между концептуальной трактовкой доказательств и пистемической трактовкой, содержательной его и с другого, и принятие этого доказательства, и сугубо вычислительной концепции. В качестве неоспоримого такого преимущества среди других альтернативных концепций, развиваемых по поводу использования концепции ground, применительно-детуктивного вывода, на мой взгляд, является то, что Даг Бравитс, опять же, указывает на то, что, опять же, к широко известным компьютерным доказательствам, на самом деле, его доктрина, его трактовка ground имеет непосредственное отношение. Это не значит, что его аппарат может быть использован, но на самом деле, через вот это вот посредство Генсена, натуральный вывод Генсена, который использует Даг Бравитс, она позволяет ему перейти к удивительному изоморфизму, играющему все большую роль в этой связи, изоморфизму Кайри Ховарда, которую для философов математики, особенно в связи с проблемой интерпретации компьютерных доказательств, получил такое колоссальное внимание, хотя совершенно недавно. Так что вот на самом деле идея Дага Бравитса, его формализация по диаграммам, на мой взгляд, в дальнейшем развитии может послужить таким образом. Мостиком, соединяющим эти, казалось бы, две позиции, совершенно враждебные, неприменимые, противопоставленные друг к другу. Показывая, что на самом деле Декартовы сугубо эпистемологические, субъективные оценки успешного доказательства, как производящего этот самый вау-эффект, может от субъективных, сугубо оценок, субъективных таких вот ощущений, произвело на тебя это впечатление и произвело, перейти к просто системе оценок. Вот в этой связи один из апологетов, оценок того, насколько доказательства являются действительно убедительными, что там есть как раз того, что не схватывается исключительно логическим выводом, исключительно вычислительной концепцией доказательств. Вот один из явных сторонников, я напрасно назвал его апологетом, Дага Бравитса, его подходы к решению этой проблемы, это Ян Лонблата, однажды, вот, несколько романтически начнет свою статью, одну из статей по поводу как раз Дага Бравитса и плодотворности его понятия граундинг, разрабатывая им понятия граундинг, несколько романтически начнет вот таким образом, он скажет следующее, что в 2000 году среди записных книжек Гильберта была найдена небольшая заметка широко известная, в которой представлена 24-я проблема Гильберта, которая не вошла ни в печатную, вот версию статьи не была озвучена нашей широко известной конференции, сама эта проблема, которую он связывает с созданием теории доказательств, и прежде всего, среди прочего, с нахождением способа сравнения доказательств и явления наиболее простых. Вот вам плата заявляет, что на самом деле вот эта вот идея граундинг, как она разработана, по крайней мере на данный момент времени, и как его перспективы примить, Дага Бравитсу и его концепции это выглядит, может быть одним из таких ступеней, которые ведет к такого рода решению. Вот определение простоты примит на человеку и понимание этого человека, и в том числе, повторюсь, что самое главное, не субъективных таких переживаний, а именно вот вплоть до посчитать, допосчитать вот эти вот самые шаги в дереве или количество ветвей, которые на самом деле различные дедуктивные выводы, различные доказательства предоставляют для одного и того же истинного утверждения. Ну вот те небольшие наблюдения за одним из возможных, я не повторяю, не настаиваю ни коим образом на том, что это можно рассматривать и должно рассматривать как единственный, как наиболее значимый вариант, потому что, ну, всем хорошо известно, что в этой связи понимание доказательства примит на компьютерном доказательствам, очевидный конкурент автоматической теории типов, гораздо более амбициозный вариант, гораздо более амбициозный проект. Но как один из вариантов, которые могут пригодиться нам при решении вот этой вот проблемы противостояния по традиции, так правиться, мне кажется, может рассматриваться в качестве вполне интересного такого хода теории, если угодно. Большое спасибо вам за внимание, и вот если будут у вас вопросы, я постараюсь на них ответить. Спасибо вам большое. И у нас остается еще немного времени, чтобы какие-то уточняющие вопросы задать, если есть. Я могу, Лев, ну, просто вот совсем коротко, в общем, я присоединяюсь, мне просто тоже кажется, это вот перспективное направление. Там уже сказал Саша, что вот все-таки вот эти формальные, неформальные пытаться вот таким образом соединить, что ли, построить мостики. И просто, ну, дополнение тому, что сказал Саша, сейчас вот эта область, Даг Правес действительно был, в общем-то, пионером, он там в начале 70-х еще такие статьи публиковал, но сейчас это большую развелось индустрию. И вот в 19-м году, вот я сейчас скидываю, это прошла уже третья конференция, вот там под шапкой названия «Теоретика, доказательная семантика», которую придумал Петер Хайстер. Вот, и она действительно включает себя, ну, и в которой участвовал вот и ваш покорный слуга, и, кстати, Даг Правец, и Пер Мартин Лев, вот, кстати, фон Плата как-то почему-то его не было, и он, так сказать, немножко под это, так сказать, не подписывается, но мне кажется, это не очень важно. Вот действительно, просто есть большое количество работ, сюда же как-то примыкает вот логика обоснования Артемова, хотя он тоже вот эту шапку, так сказать, «Теоретика, доказательная семантика» не используется, но вот действительно это большое общее направление, которое Даг Правец предложил называть общей теорией доказательств, как вот некоторую, так сказать, чтобы отличить от теории доказательств в таком узком, более традиционном, вот, гильбертовском смысле. И поэтому там очень много разных направлений, конечно, вот, ну, я как раз там рассказывал вот про унивалентные основания, но, наверное, унивалентные основания не отвечают тоже на все вопросы, потому что это действительно такая широкая логическая и вот именно в смысле философской области, философской логики область. И поэтому тут очень много разных и подходов, и проблем, но вот общее направление, оно вот действительно такое вот, собственно, как сказал Саша. И там вот я скинул, там много разных ссылок интересных. Спасибо. Андрей, я тогда напишу тебе, наверное, письмо за подробностями и именами. Хорошо? Спасибо. Отлично. Ну что, давайте тогда перейдем дальше. У нас еще, на очереди сейчас Владислав Алексеевич Шапошников, и выступление называется «Онтологическая амбивалентность математики». Пожалуйста. Лев, а можно разрешить демонстрацию экрана? Сейчас, секундочку. Так, вот я вас ко-хвост там сделал, сейчас вы сможете показывать. Ага, спасибо. Сейчас, секунду. Сейчас посмотрим. Ну, хорошо. Я, наверное, сейчас прежде, чем демонстрировать экран, я пару слов скажу предваряющих. Сразу у коллеги должен извиниться, то, что я буду говорить, наверное, очень сильно будет выбиваться по стилю из того, что как бы мы слышали до сих пор. Я, честно говоря, во-первых, не очень осознал, что основной разговор должен пойти все-таки о доказательстве. Я, наверное, тогда как бы совсем другую, о чем-то совсем другом говорил. Поэтому прежде, чем как бы я перейду к тому, что я планировал говорить, я, наверное, одно короткое только замечание сделаю, как бы вот уже в качестве реакции на то, что я услышал, вот по поводу вообще темы доказательства и понимания и отношения вот к этим двум традициям, да, если по хакингу, соответственно, декартовской традиции, леменцевской традиции. Насколько я понимаю, действительно, все-таки сейчас, собственно, основной тренд состоит в том, чтобы их каким-то образом комбинировать. Собственно, Владимир Воеводский, насколько я понимаю, что он делал, именно это и пытался сделать, чтобы мы как бы, да, как бы прошли где-то между, как бы дали соединить лучше, скомбинировали некоторым удобным для нас образом оба этих подхода. Что касается вообще отношения к компьютерным доказательствам и проблеме понимания, мне кажется, что здесь вот какой-то ключевой момент оказался следующий, что вообще, ведь использование компьютерных доказательств, на мой взгляд, включается в одну проблему. До какого-то момента одним из, как бы, главных достоинств математики состояло в том, что здесь мы можем ни на кого не полагаться. Здесь в каком-то смысле мы не обязаны никому доверять. Мы можем все взять и проверить от начала и до конца сами, да, и, как бы, убеждаться в этом полностью индивидуально. Но в какой-то момент, мне кажется, стало понятно, что это в математике тоже перестало проходить. Мы не можем индивидуальным образом брать на себя ответственность за то, что результат правильный, да, за то, что он получит. То есть доказательства становятся очень сложными. И компьютеры – это вообще один из способов, на мой взгляд, это не столько какая-то альтернатива к тому, что делает человек, сколько это один из удобных способов соединения усилий многих людей вместе. Ну, плюс, естественно, компьютер может выполнять некие простые действия, которые может выполнять человек, но, мягко говоря, значительно быстрее в большом количестве. И также, как можно, как бы, вот, и здесь проблема, которая возникает, проблема, вот, как бы, распределения деятельности по доказательству, деятельность по доказательству перестает быть индивидуальной, она оказывается распределенной. И второе – это вопрос об ответственности за то, получен, не доказан действительно некоторый результат или нет. И это вроде бы получается, это работает. И здесь даже не вопрос, проблема, как бы, распределяется, эта ответственность между разными людьми, или она распределяется между людьми и нелюдьми, то есть, соответственно, какими-то автоматическими устройствами, в частности, современными компьютерами. Но так или иначе, здесь есть свои проблемы, связанные, естественно, с эффективной коммуникацией в ходе этого процесса и так далее. Но при этом, мне кажется, что возникла проблема, связанная с пониманием. Если саму процедуру доказательства оказалось возможным распределить, и, похоже, достаточно эффективно распределить, то вот можно ли распределить процесс понимания, вот, не очень-то ясно. Похоже, что нельзя. Все-таки понимать я должен сам. То есть, да, если, как бы, процедура обоснования и ответственность за то, что результат действительно получен, и в нем нет ошибок, ее можно распределить, то вот понимание того, что получено, вот, непонятно, как распределить. По крайней мере, вот, может быть, кто-то понимает, я, по крайней мере, не понимаю, как он может быть распределен. И за счет этого, мне кажется, здесь возникает коллизия между, собственно, доказательством понимания. Ну, простите, это немножко, как бы, вот такой вот комментарий небольшой к тому, что, как бы, вот, я успел услышать. А теперь по поводу... Сейчас я запущу слайд. Секундочку. Сейчас посмотрим, работает или нет. Так, я думаю, что всем видно и слышно, да? Так вот, проблема, о которой мне хотелось поговорить, о которой я, точнее, планировал поговорить, к доказательству не будет относиться вообще никак. Она касается вообще от вопроса об абстрактных объектах и вопроса о том, в какой мере, можно сказать, что математика изучает, да, или занимается абстрактными объектами, в какой мере объекты, математические объекты абстрактные. Вот Виталий Валентинович упомянул мысль о том, что, возможно, объекты, с которыми работают математик, не могут быть однозначно классифицированы, либо как абстрактные, либо как конкретные. А мы здесь имеем нечто среднее, или, может быть, некую смесь. Мне кажется, вот это очень близко к тому, что я попытаюсь сейчас сказать. На самом деле, я попробую поделиться здесь не столько с какими-то технически тонкими моментами, сколько с какими-то очень, может быть, простыми и где-то наивными соображениями, которые мне пришли в голову, мне показалось, что это может быть не лишено интереса. И, кроме того, я активно буду апеллировать, собственно, к классике. Вообще, вот почему математика вызывала интерес философов, как вы знаете, достаточно давно. И мне кажется, что одна из причин этого состоит в том, что математика всегда оказывалась странной, необычной, она вызывала недоумение. И, в общем-то, это осталось так же. Это так было уже во времена греческой античности. Это осталось так и до сих пор. В частности, почему такой большой популярностью, такую большую популярность приобрел, например, доклад Юджина Вигнера 59-го года? Потому что, как мне кажется, Вигнер очень остро сформулировал вот эту странность, загадочность математики, и одновременно не попытался даже предложить какого-то решения для сформулированной загадки. Причем, мне кажется, что даже ключевое место в этой статье, в котором эта загадка сформулирована, это вот эта метафора ключей, связки ключей. Причем, в стандартном русском переводе это место, как и ряд других мест в статье Вигнера, оказались как бы немножко смягченными, смазанными. Поэтому здесь я как бы привожу свой перевод, который, ну, буквальный. Вигнер пишет следующее. Мы находимся в положении, аналогичному положению человека, которому дали связку ключей. То есть, действительно, кто ему дал эту связку, каким образом к нему эта связка попала, совершенно непонятно. Но вот каким-то образом она у него в руках оказалась. Продолжаем читать. Итак, в положении человека, которому дали связку ключей, который пытается открыть одну за другой несколько дверей. Ему всегда удается подобрать правильный ключ к определенной двери с первой или второй попытки. Кстати, вот эта первая или вторая попытка, насколько я помню, исчезла из русского перевода. Удается с первой или второй попытки, но сомнения относительно взаимноднозначного соответствия между ключами и дверями у него остаются. То есть, действительно, ситуация какая-то совершенно фантастическая. Непонятно, что за связка ключей. Совершенно непонятно, как она к нам попала. И загадка остается, насколько действительно есть вот это взаимноднозначное соответствие между математическими ключами и теми физическими или природными дверями, которые мы с помощью них открываем. Итак, вот загадочность. Мне кажется, что когда мы говорим вообще про проблему абстрактных объектов, то очень полезно постоянно держать в уме историческую перспективу. В самом деле, если мы знакомимся с этим текстом Вигнера и мы как бы не держим в уме предысторию, по сути дела, всю предысторию отношений к математике, начиная с античности, которая ведет к этим заявлениям Вигнера, то мы, скорее всего, не поймем, откуда вот эта таинственность берется и почему Вигнер не берется, он принципиально молчит по поводу вопроса о том, откуда эта вся связка ключей взялась, откуда это ее таинственные свойства столь точно соответствовать тем дверям, которые мы пытаемся с помощью них открывать и так далее. И здесь, мне кажется, что кроме того, историческая перспектива важна, потому что действительно мы говорим математикой, я сейчас буду говорить математика, как бы вот произнося одно общее слово, но реально это действительно огромное многообразие самых разных математических практик, которые и в каждый исторический момент очень разные, и они достаточно сильно меняются на протяжении истории. Но, с другой стороны, в истории, вообще, в отношении к математике в истории европейской культуры есть более, как бы, может быть, даже большее преемство и преемство связанных с математикой культурных ожиданиях, чем в самой математической практике. Сама практика значительно более изменчива, чем те ожидания, которые с ней связаны в более широком культурном контексте. И в отношении этих ожиданий культурная инерция действительно оказывается очень большой. И многие вещи в тех заявлениях относительно математики, которые делают известные ученые, или тех проблемах, которые видят в связи с математикой философы, она, вот эта культурная инерция, очень заметна. Опять же, если мы говорим об абстрактных объектах, вообще об абстрагировании, то понятно, что у этого концепта есть своя генеалогия в истории европейской культуры. Она, как мы все хорошо знаем, ведет к Аристотелю, поскольку вообще абстрагирование придумал Аристотель. Хотя, надо сказать, на мой взгляд, сам этот термин оказался крайне несчастливым, потому что фактически сейчас, по крайней мере, он употребляется в смысле, вообще говоря, совсем или пока не очень сильно не похожим на тот смысл, в котором его изначально вводил Аристотель. В определенном смысле абстрагирование вводилось Аристотелем в контексте его полемики с Платоном. Но удивительным образом то, как сейчас употребляются термин абстрактные объекты, это скорее такой вот, он употребляется в каком-то скорее таком платоническом, чем аристотелевском, в том смысле. Кроме того, мне хотелось бы обратить внимание, что почему я заглавил свое выступление антологической амбивалентности. Амбивалентность обычно употребляют, слово амбивалентность употребляют обычно в смысле таком, скорее эмоциональном. Да, вот любовь, ненависть, как бы неопределенность, неспособность определиться, любишь ты что-то или ненавидишь, например. Но, на мой взгляд, можно говорить об интеллектуальной амбивалентности, когда не удается однозначно определить или классифицировать некоторые явления, но наблюдаются какие-то неустраняющиеся колебания в отношении его статуса. Вот нечто подобное, на мой взгляд, в истории европейской культуры наблюдалось и в значительной степени продолжает наблюдаться в отношении математики, в отношении антологии математики, антологического статуса математических объектов. Ну, в самом деле, если быть совсем кратким, давайте попробуем посмотреть на то, как эта картинка выглядит, например, в античности. Значит, такой вот, простите, я постараюсь максимально краткий и схематичный экскурс в античную философию математики. Ну, вот смотрите, начинается все у нас с Платона, но уже у Платона имеется явно определенная такая вот двойственность, определенные колебания в отношении статуса математики. Не случайно позднейшая традиция пришла к выводу, что Платон считает, что математические объекты занимают некое промежуточное положение между чувственно воспринимаемыми объектами, так сказать, физическими объектами и, собственно, умопостигаемые объектами или платоновскими идеями. Да, вот эта промежуточность положения математических объектов. Но, по сути дела, действительно, в отношении Платона есть здесь определенная двойственность. И, хотя, вроде бы, если мы, например, читаем Платоновский диалог государства, шестую, седьмую книги, то, вроде бы, Платон явно говорит, что математические объекты, по крайней мере, относятся и занятия математикой к сфере умопостигаемого, а не сфере чувствно воспринимаемого. Но даже здесь есть определенные колебания. Действительно, в этом отношении просто обращу внимание на одно определенное место. Если мы посмотрим на то, каким образом описывается занятие математикой в рамках мифа о пещере, давайте я на слайд это покажу быстренько. Действительно, вот понятно, что миф о пещере является развертыванием метафора разделенного отрезка, но если мы посмотрим на то место, в котором внутри мифа о пещере явно говорится о занятиях математикой, то это знаменитые слова о подготовке глаз, но они, даже они звучат амбивалентно, двойственно. из них довольно трудно понять, каков собственно предмет изучения математика. Действительно, вот Платон пишет, начинать надо с самого легкого, смотреть на тени, затем на отражение води людей различных предметов, а уж потом на самые вещи. При этом то, что на небе, самое небо, ему легче было бы видеть не днем, а ночью, то есть смотреть на звездный свет у луны, а не на солнце его свет. При этом не очень понятно о чем идет речь. То ли все-таки действительно математик и собственно философ в узком смысле слова рассматривают разный предмет, но в то же время тот и другой предмет находятся за пределами пещеры, то есть философ сами предметы, а математик их некие отражения или тени, то ли они все-таки смотрят на одно и то же, но как бы философ днем, а математик ночью, то есть при разном освещении. То есть даже здесь в общем-то требуется определенная интерпретация для того, чтобы ответить на вопрос, все-таки предмет математики принципиально отличается от предмета философа, это совсем другой предмет или это другой способ работать с тем же предметом. Надо сказать, что если мы к этой картине добавим еще, вспомним, что у Платона есть и другие места, где он говорит про математику, например, диалог Тимей, то здесь мы тоже можем обнаружить, что связь между чувствно воспринимаемым предметами и математикой может оказаться тоже очень тесной. Действительно, если мы по сути дела вычтем все, что привнесено, вспомним, как бы все, что относится собственно к упорядочивающему действию с использованием чисел и геометрических форм, то то, что у нас останется, это почти что ничто. То есть в этом отношении действительно математика оказывается в каком-то двойственном положении между чувствно-воспринимаемым и умопостигаемым. Более внимательным, а не чисто с фоластической интерпретацией Платона мы видим, что вот эта грань, которая отделяет математические объекты от умопостигаемых объектов с одной стороны и чувствуемых с другой, она может оказываться довольно зыбкой. Вот эта двойственность, несмотря на все споры Аристотеля с Платоном, она в определенном смысле воспроизводится и Аристотелем. У Аристотеля тоже математика оказывается достаточно двойственной. Это хорошо видно в его классификации теоретических дисциплин. И, соответственно, здесь я особо обратил бы внимание на вот эти так называемые смешанные дисциплины астрономию, гармонию, оптику и механику, в отношении которых не так-то легко ответить на вопрос, являются ли они все еще частями математики или уже частями физики. То есть действительно тоже мы в отношении Аристотеля видим вот эту картину, когда математика подобна двуликому Янусу, одно лицо которого обращено в сторону первой философии, а второе лицо в сторону второй философии, то бишь физики. В итоге ситуация с отношением Аристотеля к математической антологии тоже не очень простая, она тоже оказывается двойственна. Действительно, вот эта концепция абстрагирования, которая пытается вроде бы бороться с платоновским якобы отделением математических объектов или математических объектов от чувствного воспринимаемого, то есть отделение вроде бы есть, но оно мысленное, и здесь оказывается все непросто. Неслучайно при попытках современные исследователи, когда они пытаются интерпретировать философию математики Аристотеля, они колеблются в качестве кого его рассматривать, то ли считать Аристотеля родначальником такой империстской философии математики, которая трактует математические объекты как существующие в природном мире, то ли трактовать его как такого родначальника фикционализма, который предлагает некоторые полезные фикции, говорит, что математика исследует некие полезные фикции, поскольку она рассматривает как существующие отдельно в мысли то, что отдельно не существует, то ли опять же речь идет, но опять же тут непонятно, потому что вот это платоновское аристотелевское абстрагирование, отделение, с ним очень много чего непонятно, не очень понятно, откуда мы знаем, как и что мысленно отделять, если в действительности в нашем опыте это не отделено, мы знаем это из предыдущего опыта или из какого-то другого источника, мне кажется, что совсем не случайно, что вовсе не случайным непроходящим является аристотелевская концепция ума-перводвигателя в 12-й книге метафизики, потому что она тоже в определенном смысле похоже задает нам некоторые основания, которые позволяют нам существовать абстрагирование, но тогда мы опять получаем некоторую версию, хотя и утонченную версию платонизма, но в которой идеи перестают или идеи или формы уже перестают быть слишком похожими на олимпийских богов и становятся больше похожими на некие мысли, правда, не индивидуальные, а мысли божественного ума. Короче, при желании можно обнаружить у Аристотеля определенные вот это колебания, двойственность, невозможность окончательно решить все-таки куда поместить математические объекты, все-таки это что? Это некоторые версии империзма, математические объекты это часть природного мира, или они стоят в природном мире, или они существуют все-таки в каком-то виде близком к тому, что считал Платон, или это действительно определенная версия фикционализма, перед нами некоторые создаваемые в человеческой мысли фикции, которые тем не менее оказываются и Аристотель настаивает на том, что это фикции полезные. То есть мы отделяем то, что в природе не отделено, но при этом не совершаем ошибки, мы создаем фикции, которые являются полезными фикциями. Но все равно остается интересный вопрос, за счет чего мы способны создавать полезные фикции. Опять же вы видите здесь на слайде треугольник, третья точка зрения это точка зрения, собственно, которая связывает математические объекты как некие фиктивные объекты, как нечто создается человеком. Здесь я поместил третью фигуру Эпикура, но на самом деле это большая традиция в античности, к сожалению, плохо сохранившаяся. Начинается она как минимум с софистов, не случайно Аристотель упоминает, мельком упоминает, что протагор критиковал рассуждения геометров, утверждавших, что прямая может соприкасаться с линией в одной точке, поскольку ничего похожего мы в нашем опыте не наблюдаем. В нашем опыте соприкосновения это будет не по одной отдельной не имеющей протяженности точки. Понятно, что в дальнейшем у нас есть критика эпикурейская, я не буду, там на самом деле много кто туда входит еще, это и эпикурейская критика, правда чуть-чуть уже на другом основании, согласно которой опять же геометры считают, что протяженность делима до бесконечности, в то время как физик знает, физика, возможно метафизик знает, что реальность состоит из неделимых атомов, то есть соответственно из этого делался вывод, что геометр рассуждает не о природном мире, а о неких воображаемых им фикциях. Понятно, что эта традиция идет дальше, вплоть до античного скептицизма, но так или иначе опять же вот концепция фикции. Кстати, хочу обратить внимание, что на мой взгляд вот эта схема треугольная с тремя основными полюсами, между которыми происходит колебание к какому из этих полюсов относить математические объекты, куда помещать, как их интерпретировать, она сохранится и в дальнейшем. То есть они либо будут сейчас давайте, тогда у меня время уже заканчивается, поэтому я буду сейчас ускоряться. Ну вот, например, смотрите, вот как эта схема выглядит. Значит, вот та же самая триада, ну, во-первых, наверное, одной из самых таких, что ли, сильных и равновесных точек зрения, это была точка зрения, которую разделяли большинство, ну, не большинство, но многие рационалистически настроены ученые, философы раннего нового времени. Ну, вот, классическая версия, быстро вам покажу вот эту цитату, я очень люблю эту цитату из Оганна Кеплера, из его «Армоника с мунди» 1916 года, когда он говорит, что геометрия существовала до сотворения вещей, она совечно божественному и есть сам Бог, ибо что может быть в Боге и не быть Богом. Дальше, что она снабдила Бога образцами для творения и перешла к человеку, а затем в-третьих перешла к человеку вместе с образом Божиим. То есть у нас оказывается уже даже как бы не два, а три лица у математики. Одно лицо божественное, одно лицо, так сказать, физическое и одно лицо как бы человеческое, связанное с человеческим воображением, человеческим мышлением и так далее. И здесь как бы понятно, что для Кеприла первичным является некий божественный статус математики, который она имеет, поскольку она существует в божественном уме. Дальше она существует в основе сотворенного Богом мира, то есть физического мира. И в-третьих, она существует в основе человеческого мышления. Ну, понятно, что мы знаем, что и Галилей, и Декарт разделяли, и многие другие разделяли похожую точку зрения. Ну, вот Лейбниц ее тоже в определенном смысле разделяет. Но если мы посмотрим на 18 век, мы увидим, что там все равно мы обнаруживаем всю ту же триаду. Не все считают так, как Кеплер. В самом деле, наряду с позицией Лейбницы, мы находим, например, если обратиться к главным редакторам, собственно, Великой французской энциклопедии, например, Даламбер, он отстаивает, по сути дела, такую вот эмпирицисскую концепцию математики, поскольку для него действительно математика тесно ассоциирована с физикой, и математические объекты это свойства, это определенные свойства, собственно, тел природного мира. С другой стороны, есть Дидро, который явно разделяет концепцию фикционалистскую, и который говорил, что это история про Дедала, говоря о математике, что это история про Дедала, что человек построил лабиринт и сам в нем заблудился. Это он говорил про, собственно, математический анализ. То есть, опять же, та же самая. Ну и, наконец, наверное, последнюю картину, которую я вам покажу. Значит, действительно, это попытка еще раз посмотреть на вот эту самую схему. И действительно, вот эта антологическая амбивалентность, она в значительной степени оказывается колебанием между вот этими тремя типами. То ли в антологическом плане математические объекты сближаются с физическими объектами, физическими широким пониманием, то ли они сближаются с ментальными объектами, то есть, с тем, что вот некими создаваемыми человеческой мыслью, человеческим воображением, фикциями, то ли они имеют, имеют вот этот некий третий статус, который, собственно, и вводит изначально Платон, с чего вся история начинается, который пытается корректировать Аристотель, который потом, через средние века и в раннее новое время будут рассматривать те же Кеплер, Декарт, Леменц и другие. Но очень интересно, что с ними происходит с этим местом дальше, поскольку на самом деле парадокс стоит в том, что дальше, несмотря на то, что, начиная с конца XVIII века постепенно и теология, и метафизика вытесняются с системы наук. Тем не менее, в отношении ожиданий, те ожидания культурные, которые были в отношении математики, они в значительной степени заставляют сохранять вот эту третью инстанцию. И эта третья инстанция наряду, собственно, с физическим и ментальным, она упорно сохраняется. Хотя, как ее интерпретировать, совершенно непонятно. В самом деле, давайте вспомним то, что про эту инстанцию пытается нам говорить вот эта традиция, начиная с Бальсана и от Бальсана до Фреги. Действительно, как бы, Фреги уже не придает и не готов придавать какой-либо определенный антологический статус вот этим как бы математическим объектом. Хотя он настаивает на том, что есть третий мир математических истин. С другой стороны, опять же, если мы вспомним, посмотрим еще раз то, что говорит Курт Гёдель, который тоже много что говорит, у него много высказываний, которые заставляют традиционно относить его к вот такому математическому платонизму, к современному пониманию. Он тоже говорит про абстрактные объекты, но, тем не менее, их статус совершенно непонятен. В частности, он явно в поздний период испытывает симпатии к гусарлевскому подходу. Но вопрос о том, насколько у гусарля вот эти абстрактные объекты очень тесно связаны и сплетены с конкретными объектами, физическими объектами, и до конца так и непонятно, какова была позиция Гёделя в отношении взгляда гусарля на эти вопросы. Это вопрос, который крайне запутан, здесь есть разные интерпретации и так далее, но здесь много чего неоднозначного. Ну и, наконец, мы видим, что по-прежнему сохраняется вот эта концепция абстрактных объектов. Действительно, если посмотрим на их стандартные характеристики, они украсывают как раз на вот это третье место. Сейчас я заканчиваю, прошу прощения. Это вот они не физические, не ментальные, они существуют вне пространства и времени, и они, что тоже требует отдельного обсуждения, но сейчас я уже не успею, они каузально инертны. Ну, хорошо, давайте я тогда сейчас отключаю презентацию, у меня время закончилось. Значит, последнее резюме, краткое, последняя фраза. Мне кажется, что наиболее интересными и эффективными концепциями в философии и математике оказываются те, которые пытаются не устранять вот эту амбивалентность, а пытаются сохранить вот эту недорешенность, неопределенность между вот этими тремя инстанциями, когда они определяют статус, антологический статус математических объектов. Поскольку любая попытка жестко запихнуть их в какой-то один из полюсов, оказывается ну, явно-явно как бы уязвимый для критики. Все, спасибо. Я прошу прощения за немножко такой сумбур. Спасибо большое за выступление. Я вижу вот Сергей Леонидович что-то сказать. Сергей Леонидович, давайте только если коротко, если у вас побольше вопрос какой-то более обширный или возражение, то давайте остальное обсуждение. Ну, вот по поводу последней части, по поводу антологического статуса, математических объектов, ну, все-таки, наверное, Фрейг это придавал определенный антологический статус, когда он вводил третий мир, да, поэтому вы, наверное, так чуть-чуть сами себе противоречите. А насколько вот этот как бы третий мир, да, вот, фрейговский, я думаю, что он, наверное, соотносится с третьим миром Поппера. То есть, вот можем мы зафиксировать специфику математики, да, через вот, как бы, видение вот этого третьего, не знаю, интерсубъективного культурного мира, да, то есть, это не божественный, но это не субъективный, но это не физический мир. Да, вот такой вопрос. Да, я попробую очень коротко ответить. По поводу, естественно, Фрейг, собственно, вводит вот эту концепцию трех миров, и действительно, он настаивает над этим третьим миром, но ответить на вопрос, какой антологический статус того, что к нему относится, совершенно непонятно. Все, что нам Фрейг говорит, что истины, математические истины, истины вообще независимы ни от чего, 2 плюс 2 равно 4, просто потому что 2 плюс 2 равно 4, это истинно не нуждается ни в каком носителе, но, собственно, это и все. В этом смысле понятно, что попперовская концепция третьего мира совершенно другая, и понятно, что мы не можем отказаться от этого третьего мира, и мы пытаемся дать некую другую интерпретацию. Понятно, что в рамках натуралистического подхода это интерпретация, это, как правило, собственно, интерпретация такого вот культурного плана, хотя здесь есть, понятно, может быть, и биологический некий, как бы там, фрагмент тоже. На самом деле, ведь в чем здесь проблема? Ну, кстати, это не только поппер, есть, как бы, да, в 40-е годы есть вот очень мною любимую, я думаю, вам прекрасно всем известная статья Лесли, американского антрополога Лесли Уайта по поводу, так сказать, антологического статуса, собственно, математических объектов, и он как раз пытается объяснить, почему по-прежнему математический платонизм так популярен, и как раз указывает на, собственно, вот культурные традиции. Мне кажется, что вообще проблема, на самом деле, место остается то же самое, и это попытка решить ту же проблему, которая была у Платона. По сути, это проблема памяти, да, это проблема некого механизма памяти. И с этой точки зрения, например, тот же Бог, который так нужен Декарту и многим другим, это в первую очередь некая вечная память, да, это некоторое место, которое обеспечивает вот это вот сохранение. Понятно, что сейчас пытаются, как бы, да, в натуралистическом контексте это пытаются ее интерпретировать как память, которая осуществляется с помощью культурной традиции. Но там тоже очень много всяких проблем. Как, впрочем, мы в позиции Кеплера. Ну, хорошо. Я прошу прощения, что долго. Спасибо. Хорошо, спасибо. Так, давайте перейдем к следующему выступлению. Андрей Вячеславович Родин. Выступление называется «Решение и доказательства». Лев, спасибо. А можно мне тоже поделиться с Лайдем? Сейчас, секунду. Должно заработать. Сейчас. Ага. Так. Видно? Да. Ага. Отлично. Да, я, да, во-первых, огромное спасибо, Лев, за то, что организовал эту встречу и пригласил меня. Я добавил к небольшой еще подзаголовок. Вот мы отмечали 90-летие статьи Гёделя с первой теоремой о неполноте. Вот я тоже это 90-летие статьи Андрея Николаевича Калмогорова, которая на русском языке вот это Владимир Андреевич Успенский покойный перевел как «Толкование интуиционистской логики». Сейчас я чуть-чуть больше скажу. Сейчас, одну секунду, я пытаюсь как-то сократить, чтобы мне не было видно. Сейчас, одну секундочку, простите. короткий план. Я сначала расскажу чуть-чуть о статье. Значит, моя тема, ну, чуть-чуть тоже она шире, чем вот только доказательств их понимания, но мне кажется, она вот на самом деле важна, чтобы понять что такое доказательства и, как мы их понимаем, надо вот чуть-чуть отойти в сторону, может быть, не так далеко, как Владик, но я поговорю вот о, собственно, статье Колмогорова, в котором он вел исчисление задач 1932 года. Ну, поговорю об отношении сводимости задач, разрешимости, некоторые открытые вопросы. Собственно, вот статья, она была опубликована на немецком языке в математический сайт-шрифт, доступна, так сказать, в интернете, на Ж-сторе. Она была переведена на русский язык в издании 1985 года, избранное сочинение Андрея Николаевича Колмогорова. Я вот, честно говоря, не знаю, и сейчас вот, к сожалению, уже не могу спросить у Владимира Андреевича. Когда он перевел ее на русский, была ли она доступна? Ну, я постараюсь тоже, вот, может быть, Лев Беклер все должен знать. Была ли, или, может быть, вот, не знаю, кто-то здесь подскажет, может, Виталий знает, была ли она переведена на русский раньше? Соответственно, в 91-м году вышел перевод в Плингеровский вот этого же собрания, там она уже переведена на английский, потом сейчас в интернете какой-то более новый перевод. Опять-таки, вот я тоже не успел посмотреть, была ли она доступна по-английски раньше. То есть, это такие вот вопросы, которые я вот не успел ответить, но я думаю, что интересно ответить. Статья, мне кажется, очень важная и, собственно, вот некоторый такой основной тезис, который я здесь попытаюсь защитить, состоит в том, что на самом деле вот хотя, конечно, статья известна и когда говорят, допустим, о так называемой BHK-семантике вот по именам Бравера, Хайтинга и Калмогорова, так сказать, ее имеют в виду, но тем не менее многие идеи и даже в некотором смысле основная идея этой работы, она ну как бы осталась вот в такой в большей степени форме идеи, чем конкретных результатов, хотя вот именно в связи с теми, так сказать, такими более свежими и работами, и интересами, включая гомотопических теоретипов, а также включая вот то направление, о котором говорил Саша, да, теоретика доказательной семантики, ну и более так узкая именно попытки формализации собственно геометрических построений в духе Эвклида, ну можно сказать, что вот эта программа, намеченная в этой статье, она неким образом продвигается и реализуется. Вот. Сейчас, простите, пожалуйста, одну секунду, мне все-таки очень мешает вот это сейчас. Я пытаюсь вот так сейчас видно или нет? Ну, видно все окно приложения, которое показывает PDF. Ну, нормально, да, можно так, потому что иначе меня просто меня как-то загораживает в зуме, собственно, я сам не вижу свои слайды. Вот так можно, да, рассказывать? Видно их? Врачи, если можно загораживает, можно двигать мышкой. Ну, либо так давайте, так тоже все видно. Видно, да? Окей. То есть, вот я постараюсь, ну, так сказать, во-первых, рассказать об этой работе, собственно, она, еще раз я говорю, доступна, вот на русском языке и немецкий оригинал доступен или английский перевод, если кому-то нужен. Ну, так сказать, я расскажу о работе, почему мне кажется, что она важна и действительно интересна. Значит, он делает, Андрей Николаевич Коломогоров, в начале, ну, как бы статья разбита на две части, вот здесь цитаты. Собственно, основная идея состоит в общем, что наряду с теоретической логикой и систематизирующей схемой доказательства теоретических истин возможно систематизация схем решений задач, например, геометрических задач на построение. Таким образом, наряду с теоретической логикой возникает исчисление задач. Видите, он, на самом деле, такая, достаточно грандиозный проект, который, как бы, параллелен теоретической логике, и на самом деле, вот как мы увидим, сейчас он включает в себя теоретическую логику, то есть речь идет о некотором на самом деле обобщении ни много ни мало как вообще логике. И при этом, вот он подчеркивает, что, собственно, для основного нет нужды в каких-либо специальных, например, интуционистских теоретиках узнавательных предпосылок. Я понимаю это так, что Андрей Николаевич вот по тем или иным причинам хотел избежать, ну, так скажем, философской дискуссии, да, может быть, в том числе и по каким-то политическим причинам, но, может быть, и не только, собственно, вот он не хотел ввязываться в какие-то, так сказать, философские споры, а хотел говорить об очевидных вещах. Тогда как, вот эта интуиционистская логика, которую он интересовался, собственно, уже к тому времени вышла работа Генсена, вот первая по формализации, ну, и работы Брауэра, естественно, были и раньше. Ну, и там действительно большое место, по крайней мере, у самого Брауэра занимают такие философские соображения, вот их Андрей Николаевич хотел избежать. Тем не менее, вот вторая эта часть как раз следующая, он говорит, вот следующий замечательный факт, то есть по форме вот это исчисление задач совпадает, собственно, с той интуиционистской логикой, которую вот двумя годами раньше опубликовал гейтинг, ну, и который мы, так сказать, сегодня все знаем, интуиционистская логика высказывания. То есть, на самом деле, у него там технических результатов в этой статье мало, хотя кое-что тоже есть, но я вот сегодня не буду на этом останавливаться. То есть, речь идет как бы о переинтерпретации вот той же схемы. Вот. Но дальше у него вот такой тоже интересный говорит, что вот если мы все-таки признаем эти посылки эпистемологические, то все равно мы должны будем сказать, что это интуиционистская логика, не что иное, как на самом деле исчисление задач. То есть, вот мы можем признавать эти посылки или не признавать, мы как бы все равно приходим к этому исчислению задач. Ну, вот как-то так. Я вот действительно детали вот именно такой риторической его стратегии. Я не могу сказать, что вот я совсем понял, но вот это буквально цитаты, там текст немного проясняет. Дальше он, ну, он говорит, что я не буду определять, что такое задача, это вот такое примитивное понятие, так же, как в логике высказывания мы тоже, в общем-то, не определяем, что такое высказывание, но я дам примеры. И вот первые два примера, я следующие опускаю, они как раз интересны в том отношении, что вот с современных точки зрения это, в общем-то, одно и то же. И с точки зрения собственно, вот интуиционистской логики. Извините, меня тут пропустил с x, x, должно еще стоять, x, z, n, то есть первый пример найти четыре числа, которые вот удовлетворяют, ну, можно это назвать соотношение фирма, да, и второй доказать, что теорема фирма не верна, так, ну, можно сказать, что это как бы одно и то же, да, что вот если мы найдем такую четверку чисел, мы, это как раз будет контрпример к утверждению фирма, вот, но на самом деле он их различает, и еще раз я говорю, вот, собственно, основание моего утверждения о том, что вот эти идеи совсем не в полной мере сегодня реализованы, что хорошего формального способа вот эти А и Б, вот эти две задачи отличить, у нас на сегодняшний день так и нет. И отсюда же, кстати, видно, что доказательство утверждения он рассматривает как частный случай задачи, и в этом смысле вот это исчисление задачи действительно является, ну, не просто чем-то, так сказать, параллельным логике, а расширением логики на вот некоторую более широкую сферу, которая включает не только доказательство утверждений, но решение задач в более общем смысле. Ну, вот он, собственно, говорит, отличие второй задачи от первой понятно, тут, конечно, на самом деле можно сказать, что не очень-то понятно, и тут надо объяснять, но вот он верно указывает, что здесь, собственно, интуиционистская логика и вообще весь интуиционизм эти вещи особенно различать-то не умеют. противоположность этому да-да, ну, собственно, говорит, с точки зрения классической логики теорема фирма не верна и существует четыре числа, с точки зрения классической логики эквивалентна, но можно добавить, что с точки зрения, допустим, интуиционистской логики последнее утверждение, так сказать, надо понимать более ограниченным смыслом, то есть у него будет смысл только если мы действительно четыре числа предъявили и не будет иметь смысла как чисто утверждение существования, но тем не менее, то есть вот такая разница будет, но тем не менее мы формально не сможем эти два утверждения различить, ну, точнее говоря, они все равно останутся эквивалентными. Вот. Да, ну и достаточно очевидная вещь, что решение первой задачи влечет решение второй, то есть если мы нашли четыре числа, то мы, значит, можем утверждать, что такие числа существуют, соответственно, теорема фирмоложек, да, но, естественно, не наоборот, утверждение, что существуют такие четыре числа, вполне могут быть вот утверждением о существовании, да, которое интуиционистки неприемлемо, и в этом смысле оно не будет влечь за собой вот это первое утверждение. Ну и, как я уже сказал, тогда как вот эта задача вторая, да, формализуется обычными средствами математической логики, это можно делать либо классически, либо интуиционистки, но общее здесь то, что все равно эта логика регулирует порядок суждений, где суждение понимается как утвержденное высказывать, тогда как формализовать, что такое вот найти какие-то специальные объекты, таких, по крайней мере, стандартных средств нету, хотя это можно пытаться, конечно, делать как-то с теоретиками и так далее, но, по крайней мере, это вот не является такой, какой-то общий стандартным инструментом. Ну, собственно, я не буду, конечно, пересказывать всю статью, но такой ключевой момент это вот отношение сводимости, которое в некотором роде аналогично отношению выводимости, отношению логического вывода для, собственно, высказываний, которую, ну, сейчас я чуть позже скажу, конечно, можно понимать синтаксически, как просто отношение выводимости синтаксической, да, или как отношение логического Я здесь следую вот такой Вагнер Санс, который, это новая статья, она еще не опубликована, собственно, он тоже там разбирает эту работу Колмогорова, и он предлагает вот таким символом, как форсинг, обозначать такое специфическое отношение сведения, то есть читается, ну, слева, как обычно, это контекст, то есть это может быть какой-то набор задач, справа одна задача, то есть если мы решили вот такой-то набор задач, мы можем решить и задачу П. И смысл здесь, ну, это вот в духе как раз теоретика доказательной семантики в том смысле, что это не чисто имеется в виду синтаксический вывод, а вот синтаксический вывод некоторым образом эпистемически нагруженный, в данном случае вот нагруженный именно таким способом, именно как сведение одной задачи к множеству других задач. Вот. Но вот Вагнер Санс аргументирует, как мне кажется, убедительно, что тогда, как Колмогоров говорит именно о решениях задач, лучше просто говорить не о решениях задач, а о том, что просто одна задача сводится к другой. И сейчас я скажу, вот какая здесь мотивация, но одна такая, если угодно, историческая, это вот постулаты Евклида, которые, ну, я это как-то сам тоже давно замечал, они имеют ровно такую же форму, логическую, если угодно, даже лингвистическую, как, собственно, задачи Евклида, да, проблемы. Ну, вот я немножко по-другому перевожу, хотя это совершенно почти буквально и допустимо с точки зрения греческого языка. Эти постулаты, собственно, означают требования, и в переводе на латинский тоже, значит, требуется от всякой точки до другой точки провести прямую линию, требуется продолжить всякую ограниченную линию, требуется там по центру и радиусу построить круг. То есть здесь на самом деле вот какой-то модальный, модальный такой смысл, что в одном случае это что-то, как сказать, принятое, да, а в другом случае это то, что надо сделать, как никакой там диантической такой модальности. На самом деле у Евклида нету, ее только можно, так сказать, надумать, там это все одинаково. И разница-то между постулатами и проблемами только в том, что она аналогична разнице между аксиомами, вот даже в современном смысле, и, собственно, теоремами, да, что теоремы надо доказывать, но аксиомы, по крайней мере, если мы говорим о доказательстве вот в таком стандартном смысле, не надо доказывать. Хотя мы знаем, что, например, Лейбинс говорил, что аксиомы тоже надо доказывать, Но, конечно, просто он имел в виду другое понятие о доказательстве в данном случае. Гроб говоря, вот эти постулаты являются как раз такими примитивными задачками, к которым мы сводим другие задачи. Но говорить в данном случае о решениях как-то отдельно от самой этой задачки, ну, в общем-то, неуместно. Поэтому лучше тут говорить, что одна задача сводится к другой, чем решение одной задачи к другой. Это один момент. И второй момент, вот важный, что на самом деле, и сейчас я тоже процитирую Андрей Николаевич, что по этому поводу говорит, что, собственно, надо различать положительные решения и отрицательные решения. Ну, это терминология вот уже новая, у Андрея Николаевича нету, но само понятие есть, конечно. Значит, положительное решение, когда мы вот это, то, что требуется сделать задачи, так сказать, предъявляется, а отрицательное, когда доказывается, что задача неразрешима. И здесь, конечно, вот видите, возникает, раз я сказал, доказательство, это уже немножко, ну, как сказать, вызывает вопросы, потому что мы как бы тогда свели вот в этом отрицательном случае понятие решения все-таки к понятию доказательства. Ну, и опять, если, сейчас я это обсужу подробнее, но просто скажу, что вот эти формулировки, когда мы одно решение сводим к другому, да, решение там одной задачи к своим решениям, там наборы других, это все очень кажется понятным, но только в случае положительных решений, а вот как это работает в смысле отрицательных решений, на самом деле, не так ясно. Ну, вот здесь, собственно, цитаты, где он говорит, что он не исключает этот случай того, что сейчас называют отрицательным решением, и здесь вот действительно, как мне кажется, у него тоже такая неполная картина, что ли. Пусть, например, теорема Ферма верна, в таком случае решение первой задачи, то есть найти там четверку чисел, которые удовлетворяют соотношения, будет противоречивым. Вот он говорит, использует слово противоречие, да, соответственно, не А, где А, так сказать, задуманная семантика, это какая-то задачка, означает задачу, такую, что предположив, что решение задачи А дано, получается противоречие. И дальше он, ну, опять-таки, здесь вот есть некоторые сведения, да, раз мы говорим о противоречии, о доказательстве, мы как бы это сводим все к случаю теоремы и доказательств. Но, на самом деле, вот Андрей Николаевич специально подчеркивает, что он это не делает, не хочет делать. Отметим дальше цитаты, что не А не следует понимать, как задачу доказать неразрешимость задачи А. В общем случае, если рассматривать неразрешимость А как вполне определенное понятие, мы получаем, что из не А вытекает неразрешимость А, ну, не обратно. То есть здесь надо понимать неразрешимость А именно в том смысле, что утверждение А разрешимое приводит к противоречию. Дальше он поясняет. Если бы, например, было доказано, что осуществление вполне упорядоченного континуума превосходит наши способности, для этого, напомню, это вот Лема Цорна, нам нужна аксиома выборов. Но отсюда не следует, что вполне упорядоченный континуум противоречив. То есть здесь, вы видите, ну, можно это пытаться связать с идеями вот в духе там Есенина Вольпина или Жанны Ивы Жерара, уже более поздними, касающиеся как бы ограниченности ресурсов. Что понятие о том, что задача неразрешима, она не обязательно означает, что утверждение о существовании решения будет противоречиво. Оно может иметь какую-то другую семантику. Значит, собственно, сведение к противоречию утверждения, что существует положительное решение задачи А, влечет, конечно, неразрешимость задачи А, но наоборот это может быть неверно. Ну, тогда, конечно, вопрос, а что такое эта неразрешимая задача, если не противоречивость предположению существованию решений. Ну, здесь, на самом деле, вот нету точного ответа, как мне кажется, скорее поставлен вопрос. То есть если действительно мы просто переинтерпретируем обычную интуиционистскую логику высказываний, то речь идет вот о переинтерпретации, собственно, вот этого фалсума или ботома. Как его называют? И вот Вагнер-Занц это называет панацеей. То есть если обычно, так сказать, из фалсума следует что угодно, да, экс-фалсо квад-либет, то здесь идея в том, что если мы вот такая задачка у нас решилась, что у нас решается все. Такая панацея. И что делает, собственно, нашу систему тривиально. Вот. Но здесь я тоже только как заметка в сторону, у меня сейчас нет времени это подробнее говорить, но я, собственно, это делал уже несколько раз, по-моему, в этой же аудитории, что вот гомотопической теории типов как раз есть некоторая, ну, скажем, формальный способ различать высказывания от объектов других типов. И в этом смысле, по крайней мере, в этой рамке, ну, вот что-то такое, да, существование неразрешимых проблем, но которые, тем не менее, не приводили к противоречиям, ну, скажем так, допустимо. Хотя никаких тоже таких средств, чтобы это формально сделать, и гомотопический теоретип сам по себе не дает, и, так сказать, надо как-то об этом отдельно думать, что это такое может быть. Вот. Но дальше еще интереснее, что на самом деле Андрей Николаевич предлагает вот то, что можно назвать интуиционистскую критику интуиционистского отрицания. Вот. Далее цитирую. Брауэр дает новое определение отрицания. Кстати говоря, его тоже надо проверить, что он корректно ссылается здесь именно на Брауэра, потому что у него ссылки стоят только на гейтинге, и я, честно говоря, не уверен, что это Брауэр предлагал, а не гейтинг. Ну, неважно. Может быть, что Андрей Николаевич все правильно говорит. Значит, Брауэр дает определение отрицания, которое сегодня мы все знаем, которое стандартное в интуиционистской логике, что А ложно, следует понимать, как А ведет противоречие. Таким образом, отрицание высказывания А превращается в эксистенциальное высказывание или высказывание о существовании. Существует цепь логических заключений, которые, если принять верность высказывания А, приведет к противоречию. Однако, продолжает Андрей Николаевич, эксистенциальные высказывания были подвергнуты Брауэром глубокой критике. То есть, понимаете, получается как бы такое внутреннее противоречие, что вот это определение отрицания, оно как бы несовместимо с вот такой эпистемологической предпосылкой вот этой конструктивистской интуиционистской логики и математики, ради которой вся эта история и затевалась. Но, конечно, вот мы сегодня можем добавить, что это высказывание допускается на метатеоретическом уровне, не на объектном уровне нашей теории. То есть, это высказывание про логические выводы. Это метатеория. Но, по-видимому, я не думаю, что Андрей Николаевич это не понимал, но для него это, скорее всего, не было бы возражений. Ну и дальше я по этому же поводу. Главный результат интуиционистской критики негативных высказываний должен быть сформулированным следующим простым способом. Для общего высказывания бессмысленно в общем случае рассматривать его отрицание как определенное высказывание. То есть, он допускает высказывание. Тоже интересно, что он, в общем-то, имеет в виду проблемы или как-то в контексте, но, тем не менее, вот говорит здесь именно о высказывании. Но тогда, он говорит, если, да, вот мы только рассмотрим те высказывания, для которых конструктивно мы можем иметь либо доказательства, либо опровержения. Под опровержениями имеется в виду вывод противоречия. Вот если мы ограничимся только такими высказываниями, как мы такими будем конструктивистами в квадрате, то тогда исчезает сам предмет интуиционистской логики, поскольку теперь принцип исключенного третьего оказывается справедливым для всех высказываний, для которых отрицание вообще имеет смысл. Но, опять-таки, очевидный комментарий и как бы такой выход, что ли, из этого кажущегося парадокса состоит в том, что закон исключенного третьего допускает в данном случае на метатеоретическом, а не на объектном уровне. И переводя это в современные термины, чтобы нам доказать полноту синтаксической интуиционистской логики, я не прав, здесь интуиционистской, конечно, логики, например, по отношению к семантике крипт, как это сегодня делается, нужно использовать классические рассуждения. То есть мы без исключенного третьего не докажем эту полноту. И поэтому можно так возразить, что нет, все у нас хорошо с интуиционистской логикой, она вполне себе полна и никуда не исчезает. Но, опять-таки, по всей видимости, Андрей Николаевич мог бы рассматривать такое решение как таким трюком, в общем, не имеющим значения с эпистемологической точки зрения, и в этом смысле эпистемически некогерентной и неправомочной. То есть, я думаю, вот это указание на различие теории и метатеории, оно правильное, но оно, в общем, не отвечает совершенно действительно на все вопросы, поэтому, так скажем, вопрос остается открытым, что с этим делать. Ну и, собственно, он завершает, говорит, возникает новый вопрос, какие логические законы, справедливые высказывания, отрицания которых не имеет смысла. Ну и здесь, конечно, первое, что приходит в голову, это какой-нибудь позитивный фрагмент классической, хоть интуиционистской логики, но, возможно, но это недостаточно специфично, это относится, так сказать, легко сделать, убрать из логики отрицания, посмотреть, что останется. Но я, опять-таки, не уверен, что это отвечает на вот тот интересный вопрос, который задает Андрей Николаевич, и лучших ответов я, честно говоря, не знаю, но это не значит, что их нет. Ну и такой вот более фундаментальный вопрос и открытая проблема, частичный ответ, на который дает гомотопический теорий типов, но который такой достаточно формальный, который надо обсуждать, конечно. Это не конец истории совсем. Действительно, как высказывания, собственно, взаимодействуют с объектом другого типа. То есть, видите, здесь нужно не просто придумать формальную схему, вот то, что сначала пытался делать Мартин Лех, кстати, в своей теории типов, которую как бы все равно, что там у тебя будут высказывания, что будут множество, да, вот в духе как раз изоморфизма Кари Ховарда, о чем говорил Саша, но нам нужно понимать, как эти вещи взаимодействуют, как у нас высказывания взаимодействуют с другими объектами. Потому что иначе, например, мы не сможем понять, как у нас связана противоречивость утверждения о существовании решения, ну, собственно, с разрешимостью или неразрешимостью соответствующей задачи. Вот, спасибо. Да, спасибо большое. Мы немного выбились из графика, поэтому я предлагаю вопросы оставить уже на обсуждение. У нас сейчас последнее на сегодня выступление. Сергей Леонидович Котречко. Математика как работа с абстрактными объектами. Пожалуйста, Сергей Леонидович. Я загрузил презентацию, если позволите. Сейчас, секундочку. Попробуйте, сейчас должно сработать. Да, ну, я надеюсь, видно, да? Презентация? Хорошо, значит, сейчас. Я теперь не соображу, как мне её у себя включить в режиме презентации. Ну, ладно. Вот доклад, название доклада, который было, да, оно всё-таки отсылает к основной теме конференции, к абстрактным объектам. Но я позволю себе всё-таки начать вот то, что здесь написано вверху слайда. Сергей, а можно больше ничего не видно? Просто вот как полный экран, например. Я думаю, вид надо пойти в раздел «Вид» наверху. Вид. Не только видно, что это и громче говорить. Оба слайдов. Всё, да, ну, я, да, хорошо, да. Но, к сожалению, у меня некоторые слайды будут, поскольку там много буб, они, может быть, более мелким шрифтом будут набраны. Да, собственно, о чём я стал говорить, да, что я бы всё-таки хотел представить, то, что я называю трансцендентальной философией математики, которая восходит к Анту. И вот задача её, да, ответить на вопрос, как возможна математика, или попробовать ответить на вопрос о специфике математического способа познания. В принципе говоря, у меня было вот несколько работ на эту тему, правда, эти работы там были написаны в 2014-2016 году, но, вот, может быть, имеет смысл обратить вот на работу 3 и 4. Вот видите, это такая сдвоенная моя статья в Кантовском сборнике. Первая из них, да, называется «Абстрактная природа математического знания», а вторая, как бы, как продолжение первой, всё-таки имеет под заголовок «Конструктивный характер математической деятельности». Сергей Леонидович, извините, что прерываю, тут у PowerPoint есть такая особенность, когда вы делаете показ слайдов, он создаёт новое окно. Вот, вы сейчас показываете только основное окно PowerPoint, а слайды у нас не меняются, и мы не можем их увидеть. Вам нужно либо целиком весь экран показать, тогда мы будем видеть, что вы показываете, или в PowerPoint просто увеличить размер показываемого… У меня-то на компьютере максимальный размер. Так это понятно. Сергей, чтобы сначала сделать полный экран, а потом поделиться. Да, либо так, либо показать весь экран, а потом… Давайте тогда я вернусь к первому варианту, пусть там… Ну, этот просто слайд, он таков и есть, с мелкими буквами. А вообще не видно, когда ты меняешь слайды, не видно. Вот сейчас видно? А, вот сейчас было видно, да. Да, можно ещё просто масштаб чуть-чуть увеличить хотя бы. Теперь я совсем попутался. Так, ладно, что же мне делать-то? Ну, давайте-ка ещё раз. А вы включите просто показ экрана, не окна какого-то, а вообще всего экрана. Ну, я это и включил. Ну, вот первый мой слайд, видно его? Да, но вы сейчас всё равно только одно окно показываете. Ну, второе окно. Нет, я не это имею в виду. Вот у каждого приложения есть одно или несколько окон. Вот у вас, например, внизу должна быть там… Ввожу Windows, наверное. Вот внизу там панель задачи, там, наверное, меню пуск у вас есть. Но вот мы не видим его. Это значит, что вы не весь экран показываете. Так, не знаю, что делать. Так, не могу сообразить. Ну, давайте я просто ещё раз попробую перезагрузить ту презентацию, которую я подготовил. И попробую её ещё раз, как демонстрацию экрана, загрузить. Потому что сначала хоть было видно. Сейчас видно? Первый слайд? Нет? Первый слайд видно. Так, хорошо. Теперь я перехожу ко второму слайду. Теперь слайды меняются просто мелко сейчас. Ну, прочесть вообще ничего не здесь вообще. Втором слайде не нужно читать. Окей. Вот. Это как бы просто заведомо слишком много текста. Ну, вот на чём я остановился, да, что у меня было несколько работ, посвящённых вот этой теме, как бы развитию кантовского подхода, трансцендентального. И вот если обратить внимание там на мою третью-четвёртую статью, я просто сейчас её ещё вот особо подчеркну, что, как бы, суть моего подхода к математике, ну, так скажем, аля кантовского, да, можно было бы свести к двум тезисам. Первый из них состоит в том, что математика представляет собой некоторую конструктивную деятельность. И я попробую позже вот показать, что это, как бы, вот, может быть, основа кантовского подхода. А второй тезис, что математика представляет собой работу с абстрактными объектами. И вот когда я стал готовиться к сегодняшнему докладу, я понял, что, вообще-то говоря, второй тезис, он не является совсем кантовским. И можно было бы вот эти два тезиса, которые я трактовал как, вот, сдвоенный, да, тезис, всё-таки совместимы ли они между собой. Ну, поэтому начнём всё-таки с кантовского подхода. Я коротко напомню, да, что под трансцендентальным исследованием Канн понимает, вот, ну, некоторое такое исследование направлено на анализ наших видов познания. И если мы вот обратим это внимание на то, что, ну, отставим в стороне, да, вот, априорную составляющую, на которую обычно обращают внимание, то есть, если вот обратим внимание на то, что трансцендентально должно исследовать виды нашего познания, то тогда можно было бы выделить вот три возможных вида познания, или три вида нашей познавательной деятельности – физика, математика, метафизика. Ну, соответственно, в критике чистого разума, да, вот эти три вопроса ставятся, и как-то Кант на них, так сказать, отвечает. Вопрос, вот, который я в скобочках пометил, а, например, подпадает ли вот под эту кантовскую схему, под кантовский подход, например, гуманитарные знания? Вот Кант не ставит вопрос о том, как возможно гуманитарные знания. Ну, то, что я здесь написал в скобочках на той же строчке, что физика, можно было бы показать, что всё-таки, как бы, гуманитарные знания и физика в этом кантовском подходе, они более или менее относятся к одному виду познания. Вот второй вопрос, да, более интересный для нас, собственно говоря, я на него и буду отвечать в своём докладе, как возможно математика или что такое, да, вот, математический способ познания. На недавней конференции в Новосибирске я также обратил внимание на то, что, вообще говоря, можно было бы также поставить вопрос о как возможно логика. И опять-таки Кант этот вопрос не ставит, там всего разных причин. Вот в моём дискурсе, в моих исследованиях я считаю, что вопрос о возможности логики, он созвучен в вопрос о возможности математики, поэтому мы можем ставить вопрос о том, как возможно, как бы, логика математической знания. И вот главное, на что я хотел бы обратить внимание, что есть принципиальное различие между естествознанием или физикой и математическим знанием. В первом приближении мы могли бы это отличие конституировать следующим образом, что если мы возьмём две основные познавательные способности, о которых Кант говорит, о рассудок и чувственности, или чувственности и рассудок, лучше бы в такой последовательности, то можно было бы сказать, что принципиальным отличием математики от физики является то, что вот эти две познавательные способности фигурируют в таком порядке. Сначала рассудок, а потом чувственность. Вот для физики это соотношение будет обратное. Сначала чувственность, а потом рассудок. И это является принципиальным отличием математического познания, как одного из видов познания, который отличается, например, от физики. Более конкретно, Кант характеризует математику как познание посредством конструирования понятия. Я не буду сейчас углубляться в некоторые такие филологические изыскания, но некоторые из исследователей, например, говорят о том, что может быть более корректно переводить вот эту фразу Канта как познание посредством конструкции из понятия. На мой взгляд, это не так принципиально, поскольку конструирование, по-моему, скорее всего, это процесс, а конструкция – это уже результат этого процесса. Поэтому конструирование понятия или конструкция из понятия примерно понятно, о чём здесь Кант говорит. Второй такой некоторый филологически-концептальный момент, что в русском переводе кантовского текста исследователи переводят немецкий кантовский термин как созерцание. На мой взгляд, может быть, более точно всё-таки переводить это не как созерцание, а как интуиция. Ну и вот видите, тут ещё несколько, правда, на английском, ещё фрагменты Канта, что видите, посредством конструкции из понятий Кант добавляет во фрагменте B752 в интуиции. Ну или, а что-то значит конструировать понятие, то это сделать его, объяснить, опять-таки, посредством интуиции. Второй важный момент, на который я обращу чуть позже, что, вообще-то говоря, вот помимо этой общей характеристики математики как конструирования понятий, Кант говорит о том, что основательность математики жизнится на дефинициях, аксиомах и демонстрациях. Ну, давайте я на этом всё-таки остановлюсь. Если я уже сказал раньше, да, что мы как-то пытаемся соотнести математику и физику, то, например, здесь есть определённая аналогия с физикой, но если физика или естествознание начинается с созерцания, с какого-то эмпирического опыта, то есть вот в математике это соответствует дефиниции, то математическим аксиомам, скорее всего, соответствуют некоторые физические основоположения, какие-то законы, а вот математическим демонстрациям или доказательствам будет соответствовать эксперимент. То есть вот у нас есть определённое конституирование физической деятельности и есть определённое конституирование математической деятельности, которые, вообще-то говоря, принципиально отличается друг от друг что собой представляет конструирование понятий это так опять-таки достаточно большая цитата но я некоторые вещи выделил жирным то что на что я хотел бы обратить внимание вот во втором в третьем предложении канта говорит что для конструирования понятий требуется некоторое созерцание в самом простом случае до случае вот остенсивного конструирования в геометрии мы например там даже этом начертить некоторый треугольник который нам помогает доказать вот там теорема о том что сумма углов треугольника равна 180 градусов но на что кант обращает внимание что для конструирования понятия требуется не эмпирическое созерцание то есть вот не этот сам чертеж как таковой а некоторое другое созерцание которое кангывает она должна обладать общей значимостью поэтому это не обычный чертеж и вот заключение этого фрагмента ведь о чем кант говорит что вот в этом как бы эмпирическом созерцание я будет как всегда имею ввиду только действие по конструированию понять отсюда можно сделать какие выводы во первых конечно конструирование понятия по канту не имеет никакого отношения там к современному эпистемиологическому конструированию совсем другая процедура это скорее как бы процедура конкретизации понятия да мы должны от понятий перейти к созерцанию то есть каббат рассудочного уровня спуститься на эмпирический и во вторых вот что это особое какое-то созерцание которое имеет общезначимый характер забегая вперед нужно было бы сказать что здесь кант имеет ввиду не эмпирическое созерцание не какой-то вот какой-то образ да а по сути дела то что кант называет своими схемами но для полноты картины кант выделяет еще и второй тип созерцания так называемое символическое конструирование характерное для алгебры сейчас я тоже не хотел бы на этом сосредотачиваться чем они друг от друга отличаются тем самым кант как бы отвечает на какой вопрос о том что математика в свою очередь представляет собой вот некоторую совокупность геометрии математики и для каждых из этих частей математического знания он дает вот сок свой специфический ответ очень коротко о том что такое кантовская схема по сути дела это вот такая особая способность который как называя схематизмом и если вы помните вот в этой цитате я обращал внимание что общезначимое созерцание придает некоторые действия которые приводят вот например к рисованию треугольник то есть если у нас слева да вот есть некоторый чертеж треугольник но ведь мы пока еще не знаем что это треугольник или квадрат как мы можем вот этот образ треугольника распознать в качестве треугольник кант в своей главе схематизм быть о том что все таки в наше душе не даются образы как таковые а мы эти образы рисуем поэтому если наше внимание рефлексивно переключаясь обращать на на способ рисования этого треугольника то есть например мы должны то провести три линии там и сделать два изгиба то этой схеме будет соответствовать треугольник а не квадрат то здесь два момента да во первых вот происходит эта процедура распознавания образов а с другой стороны вот эта общая процедура там рисование треугольник или рисование какой-то геометрической фигуры то есть некоторые действие она обеспечивает общезначность почему потому что по этой схеме или поэтому алгоритм мы можем нарисовать любой треугольник там треугольник другого размера треугольник там с другими величинами углов то есть за счет схематизма кант обеспечит или или достигается вот общезначимость этого созерцания если же говорить в общем вот заканчивая тему конструирования то можно было бы представить такую схему да то есть мы начинаем с некоторого понятия а это рассудочный уровень то ну просто понятие треугольника но для того чтобы осуществить математическое доказательство мы должны вот спуститься с рассудочного уровня на некоторый чувственный уровень это и есть как бы начало процедуры конструирования понятия основные действия так по доказательству да мы проводим уже на этом созерцательном уровне например да там при доказательстве там теорема о сумме углов треугольник мы там там чертим какие-то скотины то есть получаем собственно говоря результат и потом мы опять-таки поднимаемся наверх вообще говоря вот эта схема показывает или подтверждает кантовский тейсм о том что математическое знание имеет синтетический характер то есть если мы бы осуществляли такой логический вывод от понятия а там понятию б то казалось бы никакого приращения информации не происходит но если мы понимаем что реально математическое действие осуществляется на созерцательном уровне и она предполагает определенные наши действия например там прочерчивание линии и некоторые другие действия то мы понимаем что это как раз и приводит вот приращение информации мы получаем доказательства теории теперь я попробую вот перейти к бык основной теме а именно что такое понимание математики как работа с абстрактными объектами это в каком-то смысле тема которая начинается платоном и вот у меня тут есть некоторый ряд может быть важных фигур которые понимали математику таким образом ну например да вот один из более современных математиков и логиков гудстейн да сравнивал там математику и стал шахматной игрой при этом он говорил о том что как бы не важно с какого рода объектами мы сказать работаем математики а важно какие действия мы совершаем но вот говоря об абстрактном объекте ну вот есть на мой взгляд очень неплохая статья геона роза на который опубликовано в том числе в центре энциклопедии философия надо было бы выделить две принципиально разные традиции в понимании абстрактных объектов ну вот частично об этом как раз говорил урислав шапошников да первая традиция эмпиристская собственно говоря абстрагирование понимается как некоторая процедура отвлечения да то есть у нас есть первоначальный конкретный объект и мы например отвлекаемся от каких-то его особенностей тогда мы создаем абстракт но на мой взгляд есть еще и другая традиция я ее называю идеалистической которая принципиально по-другому трактует абстрактный объект абстрактный объект это то что то что образуется благодаря ну каким-то нашим интеллектуальным действиям ну наиболее или очень интересным вариантом такого рода понимания абстрактных объектов является гуссрель который вводит процедуру вариации вот кантовские схемы о которых мы говорили чуть выше да то есть абстрактные объекты появляются как рефлексивное переключение там на способ прессования треугольников то есть это не абстракция это не отвлечение да от каких-то особенностей треугольник это не обобщение а это вот некоторая процедура как бы порождение такого рода общезначимых объектов либо собственно говоря вот для математики важен или один из возможных вариантов понимания абстрактных объектов связан с принципом абстракция принципом абстракция юма фреги но несколько перебью сам себя и вот приведу один очень важный фрагмент понимание математики у платона тоже уже об этом говорилось но вот я хотел бы обратить внимание на этот фрагмент где платон говорит следующее описывая математическую деятельность что когда математик да вот пользуется чертежами и делает отсюда выводы их мысль обращена не на чертеж а на те фигуры подобием которых он служит то есть хотя вот я хотел бы это просто соотнести с кантовским подходом да хотя мы чертим там треугольник там для того чтобы доказать теорему но как говорит платон или как говорит канда рассуждаем то мы не об этом нарисованном треугольнике а рассуждаем и от треугольники вообще или треугольники как таково и если мы теперь попробуем соединить канта и платона то получается что объекта математической деятельности является вот не конкретно единичное созерцание а например кантовские схемы то есть это первый подход к тому что такое вот сказать абстрактный объект но я просто коротко напомню до что основатель математики живется на дефинициях аксиомах и демонстрациях и собственно говоря моя задача попробовать разобраться что же такое представляют математические дефиниции опять-таки надо было бы сказать что это конечно не совсем то о чем там говорится например то в современных там учебных курсах логики я хотел бы обратить внимание на то что вот как говорит когда давать дефиницию это значит давать первоначальные полное изложение понятия вещи в ее границах то есть да опять-таки до основательность математика говорит когда жирится на дефинициях то есть математика начинается дефиниться как я сказал чуть выше это собственно говоря не чувственная несозерцательная а рассудочная деятельность то есть мы математическую деятельность начинаем с того да что мы вводим по определению какой-то объект то есть дефиниция и задает математический объект и дальше мы уже работаем вот с этим объектом до который вот вводится согласно дефиниции очень интересным вот в этом как бы фрагменте но этот фрагмент b754 b762 кантовское определение что такое дефиниция вот как пишет до доступными дефиниции остаются только понятия содержащие в себе произвольный синтез который может быть сконструировано приори что это означает что по сути дела кабы кантовский дефиниции то некоторые генетические определения то есть это способы построения объектов и мы сами уже выяснили что вот эти способы построения объектов собственно говоря и являются картовскими схемами то есть забегая несколько вперед да то есть кантовские абстрактные объекты математически это по сути дела его схемы которые заключают себя некоторый способ построения объектов ну небольшое замечание которым как говорит да что вообще-то говоря нам нужно было бы различать вот такие термин там экспозиция объяснения там декларацию дефиницию то есть на самом-то деле кабы дефиниции может быть несколько разновидностей а математика работает с определенным типом дефиниции еще раз повторюсь дальше что дефиниция по канту это давать полное изложение понятия вещи в границах то есть это полностью задавать объект оказывается при таком понимании кантовской дефиниции можно установить связь что это не что иное как тот же принцип абстракции фреддию о котором там сегодня говорили небо который в общем то сейчас более-менее общепризнан да что математические объекты задаются посредством принципа абстракции бы фреддию но это вот два слайда посвящена описание этому принципу я сейчас об этом не буду много говорить да я хотел бы просто подчеркнуть что если мы опять писать несём да вот этот принцип с кантовской дефиниции то можно было показать на очень большое сходство то есть в этом смысле до кантовский тезис о том что математика начинается с дефиниции собственно говоря и означает что математические объекты задаются первоначально как некоторые абстрактные объекты которые как вот чуть позже уже было придумано вот эта схема фреддию в чем недостаток на мой взгляд принципа абстракции юма фредди и можем ли мы вот как бы соединить подход канты и подход фредди в принципе абстракции юма фредди вводится процедура порождение более сложных объектов да ну вот в этом примере известном фреговском да что если у нас есть параллельные примеры прямые то мы можем как бы сформулировать более абстрактный объект который там называется направление но в принципе фреддию мы не отвечает на вопрос а каков базис то есть мы должны то с чего-то начинать и вот тогда то как раз базисные математические объекты они должны вводиться путем кантовских дефиниций и здесь я хотел бы еще раз напомнить да что кантовские дефиниции по сути дела указывают на некоторый произвольный синтез или на кантовские схемы опять таки здесь очень интересная возникает идея в том смысле что тот этот кантовский трансцендентализм и извините кантовский трансцендентальный конструктивизм я сейчас подчеркну да что это не конструктивизм кого привычные для нас понимания слова да ок as Amelia в смысле конструирование понятия но если мы под конструктивизм призм huh быстрого рассудка, то тем самым Канн задает еще и критерий правильности математических объектов. То есть математические объекты, они не просто вводятся по дефиниции, а это некоторый синтез. То есть эти математические объекты как-то порождаются определенными действиями. И поэтому мы должны учитывать, какого рода действия мы можем использовать при образовании математических объектов. Ну, например, у того же Платона, или, извините, у Евклида, такими действиями, например, считаются построения с помощью циркуля линейки. То есть никакие другие объекты не допускаются в математическую деятельность. В этом смысле Канн подчеркивает, что математические объекты, поскольку они создаются, то мы должны проверить, а какие действия позволительны для создания математических объектов, а какие действия нет. И при этом, что очень важно, или, по крайней мере, если не очень, то важно следующее, что поскольку математические объекты как абстракции не являются эмпирическими абстракциями, они не являются абстракциями от конкретных объектов, то эти действия математические должны отличаться от физических действий. Например, если у нас там есть математический объект типа точки, то мы должны поставить вопрос, а как она может двигаться? Ведь точка не может двигаться, как некоторый физический объект. Поэтому для математической деятельности мы должны, например, придумать некоторый механизм уже движения математических объектов. Что, например, делает Прокол, когда говорит о том, что математическая точка движется путем истечения. То есть это особое математическое действие. Ну и в заключение я хотел бы два момента, связанные с математическими объектами, с абстрактными объектами, обозначить. Первый из них связан с очень интересным замечанием Фреги. В своих основоположениях арифметики Фреги говорит или вводит такое понятие, как неопределённый предмет. То есть абстрактный объект – это некоторый неопределённый предмет. И на что Фреги обращает внимание? Когда мы, например, произносим выражение «все киты млекопитающие», то действие термин «киты», вообще говоря, может трактоваться двояким образом. Либо мы говорим о конкретно существующих китах, то есть о ките как конкретном объекте. Но Фреги подчёркивает, что вот в такого рода выражениях, например, «все киты млекопитающие», скорее речь идёт не о каком-то конкретном объекте, а идёт и речь вот о том, что Фреги называет неопределённый предмет или понятие. То есть абстрактные математические объекты – это некоторые неопределённые объекты. И в качестве такой подсказки, по крайней мере для себя, я различия между конкретными абстрактными объектами мог бы задать с помощью различия неопределённых и определённых артиклей, например, в английском языке. То есть абстрактные математические объекты – это объекты, которые лингвистически выражаются с помощью неопределённых артиклей. О чём это говорит? Что в этих неопределённых объектах, может быть, не все свойства определены. А какие свойства определены? А именно те, как мы их вводим благодаря дефиниции. То есть если мы говорим «двойка» – это чётное число, то это и есть определение этого абстрактного объекта. И ничего другого в этом определении быть не может. Вот в отличие от физических объектов, когда определение физического объекта, оно не совпадает с самим предметом. То есть в случае с математикой предметы понятия, по сути дела, являются одним и тем же. Можно было бы такой вопрос поставить. А, например, у абстрактных математических объектов есть, например, смысл и значение? Опять-таки, не развивая эту тему подробно, можно было бы сказать, что, скорее всего, абстрактные объекты – это такие объекты, которые имеют смысл, но не имеют значения. То есть значение имеет только лишь конкретные объекты, или зе-объекты, но не объекты типа А. Ну и, видимо, один из последних моих слайдов. Я бы также хотел указать на мой взгляд очень интересную идею, которую можно было бы найти у Залта и Линского. А именно, продолжая тему различия конкретных и абстрактных объектов, вот Залт и Линский замечают, что если мы возьмём стандартную предикацию, то есть выражение «х есть f», то можно было бы выделить два варианта, или два модуса вот этой предикации, или можно было бы расщепить стандартную предикацию на экземплификацию и кодирование. Так вот, принципиальным отличием, например, математики от физики является следующее, что физика, работая с конкретными объектами, понимает предикацию как экземплификацию, то есть когда мы приписываем какому-то конкретному объекту, например, какой-то свойств, там трава зелёная. И тогда вот это выражение «х есть f» собственно говоря и выражает предикацию в таком более привычном для нас смысле. То есть конкретный объект, он просто проявляет или экземплифицирует то или иное свойство. Но в случае с абстрактными объектами выражение «х есть f» нужно понимать, или по крайней мере можно понимать в другом смысле. Это уже не экземплификация или не стандартная предикация, а это кодирование. То есть когда мы говорим, что там двойка есть простое число, надо трактовать так, что двойка собственно говоря и выражает вот это свойство быть простым числом. Ну вот у Залта говорится следующее, что абстрактные объекты по сути дела являются субстантивированными свойствами. То есть это выражение некоторого свойства. Я бы не стал руководству, я бы не стал вот такого более сильными тезисами здесь оперировать. По крайней мере мне очень важно было бы зафиксировать, что если у математики особые абстрактные объекты, которые отличаются от конкретных, то тогда мы должны подумать над тем, какими свойствами, какими способами, какими средствами мы можем работать с этими абстрактными объектами. И вполне возможно, что стандартная продикация должна также пониматься вот в особом смысле применительно к математическим объектам. То есть математические объекты, я еще раз повторюсь, которые задаются дефиницией, определением, это не приписывание какого-то свойства этому объекту, а по сути дела это и является выражением этого свойства. Ну и в заключение можно было бы сказать, что вот так понимаемые абстрактные объекты, с которыми работает математика, являются не только пророгативой математики, но, например, один из феноменологов, Ингарден, говорит о том, что вполне возможно, что вот в искусстве, в художественном творчестве мы тоже работаем с абстрактными объектами. Например, если мы возьмем такой объект, как Шерла Холмс, то это скорее все-таки не конкретный какой-то человек, а именно абстрактный объект, то есть неопределенный объект, у которого не все свойства конкретного объекта есть, но который вот как бы точно задается по определению. То есть в этом смысле как бы математика, ну, может быть, есть определенное сходство вот с искусством или с художественным творчеством. Ну, спасибо большое за доклад. Вот я постарался ответить на два вопроса, а именно на то, что математика представляет собой конструктивную деятельность, конструктивное понятие, но вместе с тем она предполагает и работу с особым типом объектов, которые можно было бы назвать абстрактными объектами. Спасибо. Спасибо большое, Сергей Леонидович. Теперь у нас время для общей дискуссии. Пожалуйста, если кто-то хочет задать вопросы или высказать что-нибудь. Если можно, вот к Сергею у меня именно даже пару вопросов. Спасибо большое, очень было интересно. Вот по поводу абстрактных и вот как ты их назвал, неопределенных. Ну, там тоже. Вот у меня к этому большое сомнение, что это одно и то же. Ну, конкретный вопрос вот даже у Фреги. Это, так сказать, ты это же диспляешь или он? Потому что у него как бы есть и понятие абстракции, и соответственно абстрактного объекта. И, ну вот как ты указал, ну по-английски это обычно переводят arbitrary object, как бы случайно объектно. Я насколько понимаю, то есть дело не в том, что он не определен, в смысле не дана его дефиниция, а в том, что вот он не конкретный, да? И, кстати говоря, есть же вот книжка Кита Файна и Нейла Тендента, там 80 еще какого-то года, вот именно в защиту вот таких этих... Ну, еще раз, я привел цитату Фреги, да, где вот он, ну, в русском... Вон это же слайде. Да, где он черным по белому пишет, да, что вот в предложении Кит, или там любой Кит является млекопитающим, Кит мы должны трактовать не как какой-то конкретный объект, а как неопределенный, да. Да. Неопределенный предмет, и при этом, при этом Фреги говорит, и это не что иное, как как бы, как синоним понятия. То есть эти неопределенные предметы являются понятиями по Фреге. Подожди, но он же не говорит, что это то же самое, что абстрактный объект. У него же своя теория абстракции, то есть это уже ты отождествляешь. Это же неожиданно. Понятия вот такого объекта, я это никогда не занимаюсь. Нет, 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 Фреги говорит о том, что есть два типа объектов. Есть как бы конкретные физические объекты, вот киты, да, как физические существа. Я это понял, я это понял, но у него еще вот есть теория абстракции, да, которые ты тоже упоминал. И насколько я знаю, может быть, я не прав, ты тогда поправь, что он эти вещи не связывает. То есть вот у него есть там вот этот пример с направлением. Ну как так, он пишет, что это в абстракции. И есть своя теория про вот эти объекты, которые ты сейчас говоришь. Хорошо. Это две разные вещи для Фреги. Да, отмечаю, что Фрегевский, да, термин «неопределенный объект» я трактую как абстрактный объект. Ну это вот, мне кажется, очень сомнительно. То, что говорил Венебу, например, там, «sino option», да, я тоже могу трактовать как некоторое другое выражение абстрактных объектов. Почему я могу это делать, да? Что абстрактный объект, это, ну, по исходному смыслу, это некоторый недоопределенный объект. Ну, например, да, если мы возьмем Шерлока Холмса, да, если бы я спросил, какого цвета глаза у Шерлока Холмса, мы не можем на этот вопрос ответить. То есть это вот пример такого недоопределенного объекта, да, но у которого есть определенные характеристики, которые задаются дефиницией. Поэтому вот этот весь спектр недоопределенного объекта, там, вот через неопределенный артикль, да, там, там, сын объекта, я в широком смысле могу трактовать как абстрактный объект. Моя мысль, да, ну я понял, но это такое очень сильное утверждение. Моя мысль из чего состоит, что эти объекты по канту, да, они не являются результатом абстрагирования, они задаются по определению. Это понятно. Понятно. Нет, ну это сильное утверждение, потому что даже вот я говорю, какие-то файны, это такая довольно сегодня, вот такие, в общем, отождествления обычно не делается. Ну, может, ты и про... Слушай, еще один вопрос тогда другой, вот, про канта. Про канта вопрос такой, вот, ну, то, что ты сказал, да, мне все это кажется тоже, так сказать, я тут ни с чем не спорю. Но вопрос вот какой. Почему он не употребляет слово постулат? Я тебе поясню. То есть то, что он сказал, ну, то, что ты вот пересказал, да, про дефиниции, вот, про такую генеративную их функцию, мне, да, кажется, это все так и есть. Да, но, смотри, если вот действительно считать, что Кант как-то ориентировался на Евклида, на какие-то классические такие образцы, выдают старки. Ой, какой-то радио там где-то. Спасибо. То Евклида, на самом деле, ну, вот есть это понятие постулата, которое я даже чуть-чуть упомянул в моем докладе, который вот как бы как раз отвечает, да, именно на этот вопрос. Но у Канта это все-таки не то же самое, что определение, а как раз принцип вот порождения этих, так сказать, того, что там может с другого боку задаваться определением. И, кстати, я просто еще вот как просто ссылка, вот то, что я сослался, но не успел сказать в докладе, вот мне очень понравился анализ Альберта Найбо, ну, это вот так молодой логик, тоже мой приятель у нас здесь в Париже один, он именно по, так сказать, анализу и реконструкции построений вот как раз у Евклида. И он показывает вам очень убедительно, что, понимаешь, вот нельзя так просто перевести действительно это вот из, как бы сказать, правила в аксиомы в современном смысле. То есть, когда Гильберт все вот эти конструктивные правила заменяет просто вот экзистенциальными утверждениями, то есть, вместо того, чтобы говорить, что вот проведем, что проводится отрезок от точки до точки, мы говорим, что существует отрезок, да, для двух данных точек, то это совсем, вот так сказать, не безобидное предположение, никакого там прямого переменения. Да, и как раз вот в чем тут разница существенная, что на самом деле у Евклида нету в этих аксиомах утверждения, что существуют точки, да. То есть, то, что вот это делается, это, как бы сказать, такая гипотеза тоже, которая вот тоже так у конструктивного характера. И в этом смысле действительно у нас вот эта система конструктивная, она вообще не задает никакого, ну, какой-то области с какими-то существующими там предметами, да. Она просто говорит, что задает скорее систему операций, что ли, да, систему действий, но которые требуют действительно вот дополнительных таких предпосылок, типа того, что существует хотя бы пара точек. Ну, в каком смысле мы можем без нее и обходиться и только, так сказать, работать вот с этими операциями. Но вот у меня чисто, знаешь, вопрос исторический, почему действительно вот слово «постулат» в его вот этом перечислении, где там у тебя были аксиомы, доказательства и определения, да, вот слово «постулат» у него уже как-то отсутствует, хотя оно есть у Евклида. Ну, еще раз коротко, да, вот первая мысль, что мне понравилась, ну, просто надо почитать его фрагменты, там, B756 или там 5-6 страниц, он говорит, что ни в физике, ни в философии, да, никаких дефиниций нет. Почему? Потому что по Канту дефиниция – это как бы точно определение объекта. То есть мы физический объект не сможем дефинитивно задать, да, скорее всего физический объект будет больше, чем любая дефиниция. То есть такое тождество наблюдается только лишь в математике, это особенность. Нет, это я понимаю, но просто чисто вот исторически, почему слово «постулат» в его, так сказать, документе… Ну, как я могу это интерпретировать, да, то есть начиная вот с этих дефиниций, да, то есть создаем абстрактный объект, там, круг или еще что-то, да, аксиомы по Канту – это уже отношение между вот этими абстрактными объектами, а демонстрация – это уже доказательство. Но вторая мысль Канта, да, вот я тоже эту цитату привел, но все-таки, как бы, говорит, в основании дефиниции лежат некоторые действия чистого мышления. Ну, просто у Евклида, вот, послушай, эти действия, они выделены отдельно в форме постулата, понимаешь? Да, да. А Кант почему-то, это как бы все в понятии дефиниции вкладывают. Нет, не совсем так. Вот в экстенсивном конструировании, да, то есть в геометрии по Канту там эти действия никак не фиксированы. Но в символическом конструировании, да, вот, например, мы говорим, там, там, А плюс Б, там, равно С. Мы, говорит, Кант символом, символом обозначаем действие сложения. Поэтому он, конечно, не использует термин, там, постулат или действие, но, по сути дела, он, как бы, вот эту такую, ну, как бы, конструктивную, там, или процедурную. Это я понимаю, а почему не использует? Ну, это вопрос как? Вопрос как? Нет, ну, это исторический вопрос. Это как раз подчеркиваю, да, что, по сути дела, как бы, Кант очень сильно, неявно опирается на того же Евклида, да, что мы должны не просто физическими, не то, мы не просто математическими объектами должны опираться, а мы должны поверять их с помощью определенных действий. Ну, у меня такой, несколько... Я, я с этим, ты не спорь, это понятно. Нет, такой, как бы, пример, да, вот аксима выбора, вот она допустима или нет? Да, если мы говорим, что, а давайте-ка, вот мы возьмем из множества, выберем по одному элементу, я могу спросить, если с закатом, а допустимы ли в математическом мире, да, физические действия выбора? То есть, в математической деятельности есть какие-то действия, нам надо поверить, поскольку это не физическая деятельность, поэтому все даже допустимы ли выбор, да, как выхватывание из мешка, или там допустимы ли движение точки, там, как вот туда, по ней молотком, нет. Если это особая деятельность, да, туда и действия математические должны тоже быть особые. Ну, понятно. Можно я, я, я тоже вмешаюсь, если позволите, Лев. Значит, по поводу, мне кажется, что по поводу, почему аксиомы, потому что, вот, аксиомы, суть априорной статистической основоположения, мне кажется, что вообще Кант... Аналог законов, видите? ...все тематику, он все рассматривает под аспектом действий, которые мы совершаем. Мне кажется, что вообще для него же вот, как бы, все построено на конструировании, и, соответственно, я не уверен, что он аксиомы понимает не как постулаты здесь, для него это тоже надо сделать что-то. Единственное, для него важно, что эти действия должны быть, как бы, априорного характера, да, то есть, вот они должны быть... То есть, любые априорные, как бы... Ну, идеализированные действия, вот, в особом, там, математическом... Ну, да, кстати, это да. ...поэтому, возможно, он и смазывает вот это различие между различными типами, да, не до, как бы, исходных положений, не различает общие положения там и так далее. Ну, одна из моих целей, вот, обратить внимание, вот, на эти фрагменты Канта, они же в конце критики чистого разума, до них особо никто не доходит. А математики, он говорит, мало, но, говорит, вот, по существу вот совсем в конце. То есть, большая часть критики, конечно, физики и естествознания, да. А математики вот достается вот совсем в начале, там, эстетика, и потом уже в конце, там, учения о методе. И там интересного соображения... Сергей Леонидович, ну, да ладно, ну, это знаменитое место, его много обсуждают, бесконечно. Кстати, у меня к вам такой вопрос, по поводу, может быть, вопрос, может быть, комментарий, по поводу вот этой конструкции из понятий. Вот это дурацкое из, оно вставлено, действительно, в квадратных скобках в издании, в русском переводе 94-го года. Но, опять же, английский перевод, который вы приводите, как, вроде бы, его подтверждающий, подтверждает, на мой взгляд, обратно. Потом construction, f-concepts, f- указывает конструкции, это предлог конструкции чего. И потом из понятий ничего конструировать нельзя, это просто не соответствует тому, что Кант описывает. Из понятий ничего не конструируется. Ну, поэтому я предпочитаю, поэтому я предпочитаю выражение конструирования понятий. Если бы было в английском из чего-то, да, то ты был либо from, либо лучше out of, но никак не of. Я сейчас подчеркиваю, что есть такой вариант русского перевода, мне он не очень нравится. Для меня гораздо точнее конструирование понятия. Но я и объяснил, да, конструирование понятия, значит, надо спуститься с рассудочного уровня на созерцательный. От понятия треугольника, да, перейти к его, вот условно говоря, там, чертежу, и само доказательство мы делаем уже на чертеже. Поэтому это... Ну, ладно, это я понял. В общем, на самом деле лучше вообще это из не упоминать, честно скажу. Но у меня вопрос к вам такой вот по поводу... Другой, другой, Сергей Ильич, может другой вопрос? Все, давай в другую сторону. Первичность рассудка по отношению к чувственности. К математике. Да, вопрос сомнительно. Можно как-то аргументы какие-то? Ну, я же привел аргумент. С чего начинается математика? С дефиниции. А дефиниция – это рассудочное задание того или иного математического объекта. Что такое круг, что такое линия? Это чисто рассудочная процедура. А потом мы от понятия, да, должны заняться чем? Да, конструирование понятия. То есть впустить на созерцательный уровень. Поэтому здесь вот эта вот комбинация этих способностей двух такового. Начинаем с рассудка, а потом подключаем чувственность. Созерцательный. Если бы действительно было так, то, наверное, философия от математики бы принципиально не отличалась. Проблема в том, что мы не можем ничего определить. Нет, я там привел цитату. Философия – это работа с чистыми понятиями. А математика – это деятельность, связанная с конструированием понятий. То есть в математике мы задействуем созерцательность или чувственность, или воображение. Это принципиально для Канта. То есть, смотрите, у нас есть… Правильно. Но следует ли из этого, что мы можем формировать на уровне рассудка какие-то вещи, только потом их реализовывать в чувственности? Только так и есть по Канту. Начинаем с дефиниций, а потом уже начинаем доказывать с помощью, переводя или спуская на созерцательный уровень. Да, возникает естественный вопрос. Откуда мы берем дефиниции? Произвольно. Это слишком уже, мне кажется. А как еще? Мне кажется, что Кант такую странную вещь даже в принципе… Подождите, вы же на Канту этот вопрос отвечаете. Математики абсолютно произвольные. Но Кант же не говорит, что… Он говорит, вот мы задаем объекты дефинициями, все. А как работает принцип абстракции юма-фреги? Это тоже некоторый произвол, такое вот обобщение. А что такое произвол? Произвол – это спонтанная рассудочная деятельность, не обусловленная опытом, не обусловленная экспериментом созерцательность. В отличие от физики, да, физика – опытная наука, а математика вот такая как бы рассудочно-созерцательная. Поэтому элемент… Я просто отметил, мне кажется, вот попытка как бы вот такую последовательность останавливать между рассудком и чистой чувственностью в случае математики… Вот я бы большой жирный знак вопрос здесь рядом поставил. Скажите, ответьте на вопрос сами. Чем математика отличается от физики по Канту? У нас есть только две познавательные способности. Значит, они могут отличаться в разных конфигурациях. Это разные виды познания. Правильно. Но просто математика ограничивается чистым созерцанием, а физика начинается, между прочим, с метафизических принципов. Еще раз, определение математики по Канту – конструирование понятий. Начинаем с понятий, потом их конструируем. Все. Ну, из фразы конструирование понятий, как бы вот… Следующий, что начинаю с понятий. На мой взгляд не вытекает. Ладно, я просто обратил на это внимание. Спасибо. Вот я какую-то цитату нашел из Канта, вот я скинул как-то. В общем-то, на английский перевод-то точно не стоит идем каких-то искать ответов. Но вот здесь вот у него, видите, и про как бы два вида конструирования понятий. Видим, как раз то, о чем говорит Сергей. Ну, это Кан говорит, не я. Ну, да-да-да. Давайте, может, да, и других тоже обсудим. Конечно, это интересно. Насколько я понимаю, никакого предлога у Канта вообще не стоит. Конструирование понятия просто. Понятия просто, да? Ну, нет. Просто у Канта это вот в современном Кантовиде отмечают такую обивалентность. Да, вот по поводу многих терминах. Вот по поводу там представления, по поводу созерцания. То есть Кант трактует это и как акт созерцательный, да, там, и как результат от вакта. То есть созерцание как итог созерцания. То же самое представление, либо мы представляем, да, акт, и потом результат, будет представление. То есть вот просто это известно в Кантовиде современном, да, что у Канта есть такая обивалентность между процессом и результатом. Поэтому, видимо, и конструирование тоже можно трактовать и как процесс, вот на что я обратно понимаю, а может трактовать и как результат. Но результат это уже будет конструкция. То есть нарисованный, да, там, треугольник, это уже конструкция. А сам процесс рисования, это конструирование. Ну, да. По крайней мере, я просто вам опять-таки привел, что если такая-такая позиция, на мой взгляд, в принципе, на раненце нет конструирования или конструкции из. Да, вот. Просто это либо акт, либо результат этого акта. А более важно все-таки для меня, да, что вот это созерцание общезначимое. То есть это не единичное созерцание, там, не единичный, там, чертеж треугольника. Это очень похоже на Платона, правильно? Что математика рисует треугольник, но свои рассуждения он ведет о чем-то. А треугольники как таковом. Просто Канто это конкретизирует, скорее всего, это просто схема построения треугольника. То есть это, поэтому можно было бы совместить Канто и Платона здесь. Хорошо. Да, ну, тем не менее, да, просто муж какие-то другие... Видите, как удачно получилось сделать доклад последним. Да. Нет, ну, я-то вот, если может быть, такой общий комментарий к первым докладам, что как раз-то я вот рад, что обсуждая тему математического доказательства, вот опять-таки это как бы вот в Кантовском плече это очень-очень-очень важный момент, да, что, ну, Канто это называет демонстрацией. Но я-то как раз хотел подчеркнуть, да, что вот мы в математике, например, не можем проводить эксперименты, экспериментальное подтверждение, но аналогом экспериментального подтверждения физики, да, в математике является вот такая демонстрация, или такое вот доказательство. То есть это как бы вот аналог физического эксперимента. На самом деле можно так и относиться, ну, вот как вот тот же Андрей Рудин сказал, да, то есть это исчисление задач, да, то есть доказательство это решение какой-то задачи, то есть это какой-то процесс. Поэтому это тоже такая очень важная интуиция, да, что в математике тоже есть определенные действия, это не эксперименты, это вот как бы другой тип действий, поэтому математика другой тип познания. Вот у нас Андрей Кузнечков хочет задать вопрос. Да, Андрей Кузнеченков. Пожалуйста, Андрей. Простите, пожалуйста. Добрый вечер. Я, если честно, набрался смелости задать вопрос столь уважаемым участникам. Ну, собственно, Виталий Валентинович меня обнадежил, в конце прозвучало несколько фраз, и, наверное, я вот свой вопрос к Александру Валерьевичу адресую. То есть вопрос, который меня беспокоит, он, собственно, о влиянии электронной трансформации, на исследования в основаниях математики и, собственно, о возможности рекурсивного расширения в рамках электронной трансформации. Ну, зачастую используется термин цифровая трансформация, который я считаю не особо удачным. Собственно, если говорить о неком математическом понимании виртуального пространства, то, наверное, корректнее здесь говорить о электронно-автоматически реализованных моделях. Собственно, откуда у меня появились такие вопросы, я занимаюсь исследованиями в области общей теории права, связанные, собственно, с погружением права в электронное пространство. И, собственно, столкнулся с той проблемой, что при всем при том, что математика, как царица наук, она находится практически во всех, в основании всех докладных наук, но вот в части права отсутствует, собственно, эффективная математическая модель. И общая ситуация для меня была отягощена тем, что вот право, ну, собственно, я при размышлениях на эту тему прихожу к тому, что, как и большинство, наверное, физических процессов в этом мире, имеет рекурсивную природу. Собственно, это все видно, допустим, из свойств права таких, как то, что право само себя формирует, право само себя регулирует. То есть данные свойства напрямую указывают на то, что модель должна быть рекурсивной своей реализации. Ну, собственно, также вывод, который, там, вновь был сделан, то есть как только математика сталкивается, ну, собственно, он следует из двух теорем Гёделя, как только математика сталкивается с рекурсивными, либо с самореферентными объектами, существующие математические средства перестают работать и давать эффективный результат. Кроме того, я думаю, что общеизвестность, ну, это мое такое восприятие, я ее назвал проблемой семантической пустоты математических объектов, хотя она, наверное, не настолько данное понятие корректнее, и корректнее будет семантическая недоступность для самой математики математических объектов. Ну, собственно, попытка разрешить данную проблематику, опять же, моему субъективному мнению, нашли отражение в семантической концепции Тарского, и также данная проблематика содержится в проблеме семантики логического уровня. Ну, собственно, импликация, как логическая операция, всегда у меня определенный диссонанс вызывал. Ну, откуда это все? Ну, то есть, я одновременно инженер системы техники, собственно, еще со студенческой скамьи, собственно, знал о том, что в виртуальном пространстве рекурсивно определенные объекты и процессы, они могут существовать. И, соответственно, предположение о погружении в электронное пространство математики в этом случае получает, собственно, доступ к структуре, либо в которой содержится, собственно, семантика объектов. И электронное погружение математики означает, фактически, переход от символенного представления, формализации объектов, к электронному, ну, по моему мнению, как наиболее эффективному. И рекурсивные процессы сложно смоделировать в виде символов на плоскости. И появление, по моему мнению, рекурсивно-электронно реализованных моделей, ну, фактически, моделей, которые строят модели, позволяющих электронно формализовать рекурсивные процессы и объекты, связанные с исследованием в рамках, так называемой, рекурсивной парадигмы, предполагающей, ну, как я уже говорил, электронно реализованную структуру понятия и объектов, относительность понятий, в том числе понятия истины, как понятия принимающего значения в рамках определенной аксиоматики. Ну, и существенным, по моему мнению, является принцип рекурсивной определенности, определяющей границы и, собственно, являющаяся, по моему мнению, развитием концепции финитизма. Ну, собственно, в моем понимании, ну, это означает то, что значимо, то и определимо, собственно, ну, либо вычислимо. Ну, предполагаю, что в рамках рекурсивной парадигмы возможно появление электронно реализованных моделей, в рамках которых смогут существовать семантически наполненные формальные объекты. Такие модели могут иметь эффективную реализацию в прикладных науках, таких как право, ну и, собственно, полагаю, что и в самой математике. И, собственно, повторяю свой вопрос, то есть меня беспокоит ваше мнение по поводу влияния электронной трансформации на исследования в основаниях и возможность рекурсивного расширения в рамках этой электронной трансформации. Спасибо огромное за интереснейшую конференцию. Спасибо вам. Спасибо. Это вопрос, да? Да, да, да. Сказали, что вас беспокоит, а вот можно конкретно, что именно? Да. Ну, меня беспокоит переход от символя, ну, то есть математика что? Это символы, да? И вот этот вот электронный переход, ну, грубо говоря, можно так попробовать изъясняться, он назначает, то есть, когда у нас есть автоматы, неважно, человеческий мозг, он тоже представим в качестве автомата. И, собственно, там все результаты, которые там получены в результате вот этой вот электронной трансформации, говорят о том, что объекты могут существовать, ну, в виртуальном пространстве и времени. И плюс они могут иметь определенную структуру. И вот вопрос только вот создания, собственно, неких формализаций, которые бы имели эффективные модели вот в рамках электронной реализации. То есть, тем самым, по моему мнению, возможно решение, собственно, семантической проблемы, которая является, наверное, основным, и сегодня об этом тоже говорили. То есть, семантика, она есть, но средства просто не позволяют. Ну, символами тяжело, собственно, вот решать те задачи, проблемы, ну, в частности, там, рекурсивные. Ясно. Я, ну, во-первых, не то, чтобы я опасался, не надо подумать, что я как-то опасаюсь трансформации, на самом деле, ну, это неостановимый процесс компьютерной математики. Совершенно безусловно, колоссальные результаты, целые направления. Не знаю, правильно ли я вас понял, но вот мне показалось, что то, что вы сказали, во многом созвучно. Вот у Рихарда Закха была статья, ну, она у него на сайте, по-моему, предпоследняя, посвященная как раз изоморфизму Карри Ховарда и его значимости. И вот там он завершает свою статью. Вполне возможно, что это созвучно тому, что говорили вы. Некоторого рода прогнозом, говоря о том, что изучение подобного рода результатов, вот бурный рост компьютерной математики, видимо, приводит к тому, что мы стоим, как заявляет он, без всякого там пафоса или там смелых прогнозов, как о некоторой необходимости, которая, видимо, ну, просто неминуемо случится в ближайшее время, создание философии языка, скажем так, философских исследований, семантических свойств языков программирования, как некоторого рода отдельной новой дисциплины. Вот вполне возможно, что его прогнозы, то, о чем говорите вы, они во многом, наверное, совпадают. В ближайшее время вполне возможно, что эти исследования будут произведены. Я думаю, что это просто неминуемо, наверное, даже. Можно я добавлю, да? Конечно. Во-первых, я бы эту, так называемую, трансформацию, мне кажется, не стоит мистифицировать, что часто делают, поскольку, я не знаю, какие-то счетные, так сказать, устройства и даже самые примитивные, они, собственно, ну, еще даже задолго до всякой теоретической математики возникли. И, собственно, вот с возникновением теоретического математики это всегда было связано. И, конечно, компьютеры, вот современные электронные, это такая несколько новая техника, которая специфические вопросы перед нами ставит, но мне кажется, вот разумнее как раз понимать такую непрерывность, что ли, этого, и не, так сказать, не слишком по этому поводу, так сказать, ну, я не знаю, как-то возбуждаться. Хотя, конечно, тут много интересных проблем. Потом, значит, что касается рекурсии, я вообще не понял. Значит, проблема вообще в том, как раз, что в этой, ну, я не знаю, символьной... Ну, во-первых, конечно, я просто многие утверждения, которые были в этом, мне кажется, очень сомнительными, что значит, что математика – это работа с символами. Ну, это в частности с символами, но далеко не только, конечно, да, потому что она, естественно, язык использует, что угодно. Но важно то, что как раз в классической математике мы можем гораздо больше сделать, чем, ну, и как бы делали, да, чем, так сказать, если мы ограничиваем все вот какими-то рекурсивными представлениями. Ну, допустим, возьмем класс рекурсивных функций, там, примитивно-рекурсивных, частично, или общерекурсивных, тем более, и все равно это все гораздо уже, чем вот те функции, которые, ну, в математике известны и даже, кстати, используются, применяются, да, там, не говоря о каких-то обобщенных функциях, вот в смысле колбогоров, потому что все это совершенно не рекурсивно как раз. Вот, и поэтому вопрос, то есть у нас в этом смысле как бы больше математики, чем то, что мы можем моделировать на компьютере, но с другой стороны, конечно, компьютер нам вот дает какие-то, такие, скорее, даже некачественные, а что ли, количественные преимущества, которых вот раньше не было, так сказать, мы можем делать длинные доказательства, их формально проверять. Ну, то есть здесь компьютер очень много чего интересного для математики и делает, но тоже надо понимать, что есть и обратная проблема, что мы, так сказать, есть много интересной, важной математики, которая вот по принципиальным некоторым вопросам, она вот, ну, так просто, скажем, не переводится ни в какие как раз вычисления. Вот тут вот, и я не думаю, что она, ну, как-то исчезнет, что ли, и в этом смысле тоже, мне кажется, это какие-то избыточные надежды, что ли, что вот мы можем все, 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 все сделать конструктивно и все посчитать. Нет, поэтому в чем применение компьютера, допустим, в праве, ну, это интересная тема, но я, честно говоря, вот из общих тоже просто не понял, что, о чем идет речь конкретно. Ну, мои мысли, сейчас я постараюсь сформулировать, но вот определение натурального числа, оно рекурсивно. То есть, и, собственно, я опять сейчас перескочу, возможно, некорректно, да, то есть вторая теорема Геоделя. Ну, в каком смысле оно рекурсивно, ну, во-первых, что значит определение второго человека, вы имеете в виду там... Оно само через себя определяется, ну, наверное, да, для Виталия Валентиновича самореферентные понятия, ну, оно, то есть, оно, есть оно же плюс что-то, ну, то есть, в этом, то есть, для меня они идентичны, понятие рекурсивность и самореферентность, да, то есть, ну, х равно х плюс один, ну, самореферентное, потому что оно, само понятие определяется через себя. Насколько я понимаю, математика избегает вот этих всех вещей, это проявилось во второй теореме Геоделя, да, когда, ну, он фактически построил в рамках арифметики парадоксово-лжеца, да, ну, пришел к выводу о неполноте, ну, что, собственно, как бы я пытался, конечно... Неполноте чего? О неполноте чего? О арифметике. Ну, не о арифметике же он пришел, а о арифметике, допустим, пиано, да? Ну, да, безусловно. Ну, что это означает? Это же, мне кажется, обратно тому, что вы говорите, это означает, что у нас синтаксически мы можем, так сказать, сделать, построить формальные высказывания, которые, при нашем способе интерпретации, вполне осмысленны, как утверждение арифметики, да, но при этом в нашей формальной системе мы не можем, так сказать, их не вывести, не вывести их отрицание. Вот, собственно, то есть это тоже говорит о том, что у нас, как сказать, ну, в каком-то смысле в математике больше семантики, чем мы можем вот закодировать с помощью таких средств. Для меня это результат, который говорит о том, что, в смысле, этот результат говорит об ограниченности средств. Я не говорю сейчас об ограниченности там, аксиоматики, арифметики. Почему это именно говорит об ограниченности аксиоматики, арифметики, если что-то пошло, а не о чем-то другом. То есть мы не можем записать вот эти аксиомы пиано, допустим, да, и из них вывести дальше все теоремы. То есть у нас какие-то будут утверждения, которые мы уже должны каким-то другим способом решать, они истинны или ложны, или не истинны, или не ложны. Но так или иначе мы не можем их не доказать в обычном смысле, то есть вывести, не вывести их отрицание. Но это вот комбинаторное свойство такого рода, ну, скажем, символических систем. Оно действительно, ну, довольно фундаментальное, и это такое важное ограничение. Но это скорее как раз ограничение, ну, выразительных средств, так сказать, да, ограничение того, что вот мы можем сделать на компьютере, хотя, понимаете, ну, тоже, что значит ограничение. Это просто, ну, это не значит, что, как бы сказать, компьютерные доказательства там не нужны, и так далее, и так далее, или неинтересно. Ну, вот просто такие глобальные проблемы мы таким образом вот не решим, чтобы там, не знаю, вывести все теоремы. Вот это значит именно это. Ну, как система техник, там, лжет ли лжец? То есть, он, понятно, лжет через раз где-то там. Нет, ну, математики, вот то, что вы называете самореферентность и так далее, это вообще общее место. Ничего в этом, опять-таки, нет такого мистического. Это то, что, ну, вот вы привели пример, и там, х равно х плюс один. Ну, это нормально, это называется уравнение, да? И его можно решить. Правильно? Х равно у него сейчас есть решение. Нет, наверное, это, ну, если х равно х умножить на один, то решение есть, да, вообще любое. Если х равно, там, х в квадрате, тоже есть решение. То есть, и такую штуку, как уравнение, ну, это такое, довольно, старое изобретение. Тут тоже можно в этом увидеть автореферентность, как вы это называете, но в этом нет ничего, так сказать, криминального, и математика такие штуки как раз изучает. Вот. То есть, автореферентность не всегда приводит к парадоксам. Ну, она тем более не всегда, конечно. Это, ну, в каком-то смысле, это вот алгебраическое свойство такого рода вот синтаксических систем, типа вот аксиом, система аксиом пиана вместе, конечно, с системой дедукции, да, которая там позволяет из этих аксиом что-то дальше выводить. Ну, почему я еще решил принять участие в этой конференции? Потому что, собственно, электронные средства представления формальных объектов, они дают возможность построить, ну, условно, сложно сочиненный объект, да, именно структуру. Потому что, ну, всем понятно, что объекты существуют там в разных семантических, как бы, ну, любые объекты физические вокруг нас, в разных семантических уровнях, определяемых уровнем формализации. Но они существуют одновременно, то есть единовременно, в момент времени, в разных там условных плоскостях. Ну, символьно это отразить сложно, но электронно, смоделировав это, возможно. И, собственно, через электронно реализуемые формальные системы, то есть через электронные модели, математика может получить доступ, собственно, к семантике. То есть вот это вот, по-моему, я не математик, я там допускаю, естественно, там ошибки. Ну, есть... Нет, ну, смотрите, ну, тоже давайте уточним термины. Значит, когда мы, ну, говорите, семантика, предполагается какой-то синтаксис, правильно? Вот синтаксис и семантиксис. Структура. Структура объекта. То есть, ну, вот, опять-таки, то есть у нас с одной стороны есть эта символическая система каких-то символов, то есть язык, да, там формальный. И с другой стороны то, что он значит. Это вот в самом общем смысле семантика. Так, и, по крайней мере, если речь идет, так сказать, о традиционной математике без всяких компьютеров, то у нас действительно, ну, есть, мы, так сказать, говорим словами, мы пишем тексты, и все это что-то значит. И вот это все, что оно значит, это в широком смысле семантика. Теперь, когда мы начинаем не просто говорить и писать на бумаге, да, а писать программы, допустим, и запускать их на компьютере, то, конечно, да, это вот некоторые новые выразительные средства, можно так на это посмотреть, которые тоже мы хотим как-то интерпретировать и какую-то, так сказать, семантику этому приписывать. Ну, да, и здесь вопрос, во-первых, сколько, так сказать, старой семантики такой традиционной мы можем в такую форму перевести, что ли, да, и этот вопрос, вот я говорю, он совсем нетривиальный и на сегодняшний день пока, в общем-то, не так много. Вот. Ну, когда ты считаешь на калькуляторе, у тебя более-менее та же семантика, что и без калькулятора, да, ты просто приписываешь. Но если хочется чего-то более, так сказать, подробного, ну, тут вот эти проблемы, о которых вот Виталий говорил, как раз все возникают, да, как нам понять, что там, так сказать, в компьютере происходит. Но я еще раз говорю, что мне кажется, вот важно, что это, ну, во-первых, такая человеческая проблема в данном случае, семантики, да, в компьютере никакой семантики, ну, как я думаю, нету. Это все, как мы это все интерпретируем. Ну, и здесь есть просто две стороны медали. Еще раз я говорю, одна стоит в том, что мы совсем вот не любую такую семантику, которую, ну, мы используем, которую мы привыкли, ее удается вот в компьютер перекодировать, что ли, да, именно сохранив семантику, потому что как-то синтактически-то перекодировать можно что угодно во что угодно. Но вопрос, так сказать, именно вот, что происходит в семантике, в этом смысле я согласен. Ну, а с другой стороны, да, возникает такой какой-то вот доступ там к большим числам, грубо говоря, ну, хотя тоже не очень большим-то на самом деле, да, то есть математики еще там Архимед научился записывать рукой числа, которые там гораздо больше числа там атома во Вселенных, их мало, это 10 восьмидесятой степени, это вот можно записать с помощью четырех символов, и очень маленькой, так сказать, ну, конвенции какой-то, которую тоже можно записать в виде достаточно короткой инструкции, понимаете, семантической. Но, тем не менее, конечно, конечно, это какие-то новые дает, не знаю, возможности. Вот такой вопрос. Ну, то есть один из позитивных результатов вот этой вот электронной трансформации, да, которая для меня отвечает на вопрос, существуют ли абстрактные объекты или нет, для меня однозначно да, потому что он, ну, условно, субъективно он в голове у человека существует. И, скорее всего, там абсолютно та же история, как с компьютером. То есть вот в итоге вот все наши объекты, ну, о которых в том числе и математические, они присутствуют, вот этот вот ноль единиц, который однозначно трактуется как истинная ложь. То есть для меня вопрос существования абстрактных объектов, он как бы вот решается таким образом. И я думаю, что вот попытавшись ответить на этот вопрос, как они существуют там и в каком виде. Там это где? Там это где? Ну, в сознании. Ну, условно, я говорю про сознание человека, да, и говорю о том, что это, скорее всего, это приблизительно, неважно, это там электронный реализованный автомат либо углеродореализованный автомат, который там человек из себя представляет. Нет, ну, здесь, во всяком случае, я вот стою на той позиции, что всякая такая аналогия компьютера с человеком, она очень надумана. То есть говорить, что там у нас, допустим, знание хранится там в компьютере в каком-то виде, пусть в вычислительном, да, но это примерно как сказать, что знания хранятся в книге, да, вот как объекте. Хотя совершенно понятно, что книга, ну, какую-то, так сказать, эпистемическую роль, какое-то имеет отношение к знанию, только если есть читатель, который эту книгу читает. Иначе это, ну, какой-то такой странный артефакт. Вот. Ну, и то же самое, вот, на мой взгляд, абсолютно то же самое с компьютерами. То есть единственное, где можно пытаться говорить, да, это, ну, какие-то уже должны быть роботы, которые там что-то автономно, не просто, так сказать, читают, да, и на экран передают человеку, а как-то вот сами, там, так сказать, изучают окружающий мир и прочее. Но во всяком случае, когда вот мы говорим таких в более понятных вещах, вот как представление математических доказательств, здесь без человека, ну, вот то, что я тоже Виталию задал вопрос, да, что значит мы, то есть это правильный вопрос, вот мы понимаем или не понимаем, и как понимаем то доказательство, которое, так сказать, нам в какую-то роль играет компьютер, скажем так, помогает, да. И это тут действительно интересные такие подробности возникают, вот, по сравнению, скажем, со стандартными доказательствами, но говорить о том, что там компьютер сам что-то понимает или не понимает, ну, на мой взгляд, это просто совершенно... Да, это, видимо, метафора, и как метафора, скорее бы, не буквально, естественно. Да, конечно. Ну, слушай, мы вот вчера вот придумали, знаешь, искусственный интеллект, ну, это такой, как бы, бренд, который вот людей возбуждает, и в этом смысле это хорошо, я не то, что с этим борюсь, но вот принимать это слишком всерьез, по-моему, более философом... Видел какой-то хэнбух по поводу вот системы, там, представления знания, автоматизированная система шпринкеровских, гигантских, гигантских. И открывалась она, ну, предисловием редакторов, которые начинают с того, что мы понимаем, что слово искусственный интеллект, в кавычках, уже никто не употребляет, это было очень неудачно, простите нас. Я слишком буквально поняла вот это вот романтическое такое высказание, так что здесь, наверное, аналогия именно такая же. Компьютер думает, компьютер понимает с большой степенью условностей огромными кавычками. Абсолютно согласен. Меня устраивают автоматически реализованные модели. Ну, вот, мне кажется, причем это математика в чистом виде, реализованный автомат. Ну, да? Спасибо вам огромное очень. Спасибо. за то, что затратили на меня время. Спасибо вам. Спасибо. Да, коллеги, отличное обсуждение. Правда, время у нас совсем подходит к концу и тут уже поджимают со всех сторон. Меня буквально, я сейчас просто на кафедре нахожусь. Вот. И если бы я развернул... Ну, разверни, постараюсь. В камеру уже тут просто начинают влазить, требуют завершения этого безобразия. Понятно. Вот. Большое спасибо вам за участие. Спасибо, спасибо. Замечательные заклады. Прекрасное обсуждение. Спасибо вам большое. Спасибо. Все, счастливо. Коллеги. Спасибо. Рад был всех видеть. Большое спасибо. Еще раз всем спасибо. До свидания. До свидания. Пока.